У нас идет диалог, дискуссия, в результате которой формируется и утверждается ваша позиция в том, как вы будете реализовывать у себя в вузах эту модель. Итак, мы с вами прервались на том, что отвечаем на вопросы, как же все-таки эту модель запустить. И вот как организовать пиар-компанию для реализации модели. Я хотела бы обратить ваше внимание, я уже говорила, что у вас достаточно ответственный и чуть ли не самый ответственный человек после трекеров. Это менеджер по коммуникации, человек, который должен вашу модель прославить и сделать ее привлекательной. И я обратила ваше внимание на то, что это должны быть достаточно профессиональные подходы для того, чтобы получился ожидаемый эффект. И смотрите, вот, наверное, самое главное, пожалуй, на что хочу обратить ваше внимание, что пиар-компания не декларирует. Но что она делает? Привлекает, поддерживает интерес, навигирует, дает нужную информацию. Вот это должно стать во главе угла всех ваших решений и всех ваших шагов, когда вы соберетесь рассказать о своей модели, кому бы то ни было, но в частности целевой аудитории. Когда будете рассказывать, обязательно важно в тексте указать, какие меры поддержки вы готовы дать проектам. Это самое главное, это самое привлекательное. Человек, который берет ваш текст, ваш пост, новость, он должен понимать, зачем она попалась ему на глаза, ему в руки. Он должен четко знать, что он прямо вот сейчас все бросает, и он бежит уже к вам для того, чтобы получить от вас поддержку. Поэтому меры поддержки – это важно, когда вы будете информировать о своей работе. Нужно сказать, когда вы объявляете отбор, вы запускаете отбор, вы все решили обязательно. Нужно дать полную информацию. Во-первых, какие критерии вы предъявляете к проектам, какие это проекты, как будете их поддерживать, каков механизм, сколько времени потребуется на поддержку, и какие требования вы предъявляете непосредственно к самому лидеру. Он тоже должен понимать, что он, вступая с вами в взаимоотношения, у него тоже есть ряд определенных обязательств. Сообщить ему об этом на самом старте, чтобы не было потом недопонимания. Каналы коммуникации. Что это может быть? Ну, во-первых, конечно же, вузовские сайты. У менеджера? У лидера? У лидера какие обязательства? Во-первых, быть постоянно с вами на связи, в коммуникации. Это номер один. У нас лидер с лидером подписывается согласие на реализацию проекта. Когда проект принято решение о том, что проект после экспертизы, после оценки проекта принимается решение о том, что проект будет поддерживаться в агентстве, лидер подписывает согласие, юридический документ, где он гарантирует ряд обязательств, в частности, что он должен быть на связи, что у него есть команда, что он реализует свой проект, у него есть ресурсы для реализации проекта, что он отвечает за результаты своего проекта. Вот об этом мы немножко позже поговорим. Результаты проекта вообще и результаты поддержки проекта. Это разные вещи. Вы можете взять на себя обязательства по результатам поддержки, но за результаты проекта вы уже обязательства на себя не берете. Поэтому вот такой документ у нас существует. Если для вашей работы вы будете понимать, что это очень важно, не потерять своего лидера, либо понимать, что вы с ним работаете на равных условиях и на определенных договоренностях, то да, это может быть документ согласия. Вы для себя как для работы? Нет. Положение, которое разработано у нас о процессе отбора и сопровождения проектов, это документ для внутреннего пользования, публичную часть, мы выдаем только ту информацию, которая необходима для лидеров, потенциальных лидеров, которые готовы с нами работать. Вы хотите посмотреть это положение? Возвращаясь, да, получается, мы говорим о том, что вот к нам приходит человек, и мы понимаем внутри, что нам нужно какое-то соглашение. Вроде бы оси говорить, что мы вам поможем, а на другой стороне нам придется внутри, каждому по отдельности разрабатывать свое соглашение. Может быть, мы сделаем такую допадку и упростим это, да, и какие-то домашние... Нет, нет вопроса. Так, далее. Как будем информировать и где будем информировать? Конечно, нам бы очень хотелось, мы предполагаем, что это должен быть какой-то отдельный ресурс. Что значит отдельный ресурс? Сайт. Для вузов, где есть факультеты IT, я думаю, это вообще не проблема. Есть сегодня масса конструкторов сайтов, которые бесплатные, которые можно сделать за ночь. Как мы говорим, ну, это может сделать студент-первокурсник. Можно воспользоваться таким инструментом. Чем он хорош? Он хорош тем, что вы там можете сделать форму для подачи заявки, вы там можете выложить всю информацию о условиях работы проектного офиса, вы можете выложить информацию о агентстве, вы можете там выложить информацию о лидер ID, вы можете там публиковать новости о достижении ваших лидеров и так далее. То есть это собранная в одном месте информация о вашем проектном офисе. Какой минус? Конечно, его придется продвигать. Если ваши вузы сегодня уже достаточно продвинутые ресурсы в интернете, то с этим придется поработать. Но я думаю, что если пойдет модель, если она будет запущена и она будет успешной, то я думаю, что и с продвижением здесь вопрос не станет. Да, да, конечно. Ну вот здесь я, здесь, конечно, я опять-таки ошибаюсь, но я так думаю, что студенты, вот здесь явно студенты, мне так кажется. Нет, да? Я ошибаюсь. Ну, хорошо. Второй вариант, который наиболее доступен, наверное, вам и реализуем достаточно просто, это раздел на вузовском сайте. Да, вы просите страницу, вы просите раздел, который адаптируете под эту модель. Вот, социальные сети. Коллеги, вы работаете со студенчеством, вы знаете, да, что сегодня самый главный инструмент, и не сайт, и не какие-то еще иные социальные сети. Да, делаем на это ставку. Там есть информация вся, там она читаемая, то есть это да, это инструмент эффективный. Органы власти, не забывайте выходить на региональные СМИ. Обязательно, это профильные СМИ, допустим, если вы поддерживаете технологические проекты, посмотрите, пожалуйста, какие есть СМИ у вас заточенные под эту тему. С ними дружим, заключаем некие соглашения, договоренности, как вам удобно, да, и туда информацию. Органы власти, опять-таки, когда, помните, да, наш первый визит к губернатору, либо к его команде, которую он уполномочит разговаривать с ВУЗом, да, мы ему говорим, коллеги, нам еще понадобится ресурс вашей пресс-службы. Нам необходимо, чтобы все-таки и органы власти были рупором вот этой модели, которую мы продвигаем, потому что она выходит за границы ВУЗа. Это не наш интерес личный, личный я имею в виду ВУЗа, это интерес региона. Мы готовы сегодня интегрироваться, и мы готовы рассчитывать, вернее, и мы хотим рассчитывать на вашу поддержку. Вот, я неспроста, как вы понимаете, останавливаюсь еще раз вот на моменте пиар-компании и информационной поддержки. Это очень важно в тот момент, когда вы будете готовы, вы сформируете некую свою модель, и когда вы ее запустите с твердой уверенностью, что она рабочая, она может не выстрелить без вот этого компонента. График отборов проектов. Ну, это очень такая рабочая тема, для нас она очень важна, в смысле для агентства. У нас много целевых отборов, их 15 было в этом году. Естественно, у нас установлен график четко, когда мы принимаем проекты. Проекты мы принимаем в течение одного месяца, вот, а потом уже пошла процедура с определенными сроками дальше. Вот, поэтому нам был важен очень график. Как можете работать вы? Вы можете работать, да, перманентно, постоянно прием заявок идет и по определенным темам, либо секторам. Вы можете работать так, как и мы, по целевым отборам, по тематическим отборам, как вам удобнее будет это называться. Тогда да, тогда удобнее. Почему нам нужен этот график? Он висит у нас на нашем сайте в открытом доступе. То есть каждый в любой момент может подойти, вернее, зайти на сайт, посмотреть и узнать. Ага, моя тема, у меня квадрокоптеры. Отлично. Я подамся там в марте, с 1 по 25 марта. У меня есть возможность обратиться в агентство за поддержкой. Вот, именно с этой точки зрения, если ваш формат будет тематический, да, график очень важен. И главное, чтобы он соблюдался, потому что, чтобы не было нарушений, ну, чтобы не обманывать вашу целевую аудиторию, которая должна быть удовлетворена вашей деятельностью. Вот у всех в анкетах есть вопрос. Готов ли ГУС провести первый отбор проекта до конца года? Механик, можно сейчас пошагово объяснить, что ГУС должен успеть сделать до конца года? Мы к этому приближаемся. Анкету нужно будет запомнить, когда мы завершим разговор. Да, да. Итак, поэтому график мы перелистаем. Какова роль экспертов? Вот здесь, да, очень важно. Это один достаточно серьезный и трудозатратный блок. Это работа экспертов. У нас в агентстве есть экспертный совет. Мы выбираем экспертов. Состав экспертного совета утверждается дирекцией агентства. Мы подбираем экспертов на основе их анкетирования, их согласия. Мы выбираем экспертов по запросу трекеров и направлений в соответствии с отборами, которые мы будем проводить. Нам нужны те суперкомпетенции в тех профилях, по которым будут проводиться отборы. Поэтому эта работа должна проводиться достаточно тщательно и серьезно. Но я полагаю, вам здесь немножко проще, чем нам. У вас на площадке самого ВУЗа, конечно, достаточно экспертов для того, чтобы давать правильную, квалифицированную и эффективную оценку проектам. Но вы можете выйти за границы ВУЗа, вы можете привлекать своих партнеров, вы можете привлекать органы власти, вы можете привлекать своих выпускников, которые достигли больших успехов и являются экспертами в каких-то областях. То есть здесь, конечно, ваши полномочия широки. Задача по экспертному совету – это оценка проектов, профильная экспертиза проектов, оценка эффективности мер поддержки, насколько они подобраны правильно, качественно и насколько они выстреливают после их реализации, и тьютерское сопровождение проектов. Это, конечно, последний блок, который вы видите, помощь в структурировании проектов, в коммуникации с лидерами, с носителями лучших практик, содействие в тиражировании проектов. Это, конечно, тема очень интересная, но мы ее в этом году только запустили. Я могу сказать вам, что наставников из числа лидеров пока появилось немного. Очевидные вещи, но тем не менее. Вы знаете, на последнем заседании рабочей группы, там буквально, когда шло заседание, обсуждение проектов, вдруг поднимается рука одного эксперта, я готов стать наставником этого проекта. Это была маленькая победа. Получится ли у нас этот проект наставничества экспертов или нет, я не знаю. Может быть, он получится у вас. То есть, во всяком случае, не снимайте со счетов, это тоже интересно. В чем интерес? Вы, наверное, должны были задать мне этот вопрос. Почему эксперту интересно вдруг с какой стати заниматься каким-то проектом и его наставлять? Коллеги, есть у вас ответ на этот вопрос? В каком случае эксперту интересно быть наставником проекта? Можно задакула на этот вопрос, так как привлекаете экспертов? Почему им интересно быть экспертами в агентстве, в действительности, в инициативе? Вот так. Значит, наверное, так. Почему им интересно быть… Мы им не платим, первое. Почему им интересно быть экспертами? Ну, во-первых, статус агентства достаточно высок. Попасть в экосистему агентства – это уже престижно. Личная мотивация. Эксперты не всегда публичны. Агентство дает такую возможность. Эксперты, которые существуют, они могут… У них есть свои интересные наработки, идеи. Мы предоставляем площадку для обмена опытом. Ну, и в конце концов, эксперт – это человек, который не только погружен там, сидит за своим рабочим столом. Ему очень важен профессиональный диалог. Агентство, еще раз говорю, представляет такую площадку и возможность для профессионального диалога. Ну, и потом никто не отменял хорошего, здорового тщеславия выступать экспертом на заседании рабочей группы агентства стратегических инициатив и помочь проекту состояться и вырулить. Ну, в общем, вот такие механизмы у нас. Давайте попробуем теперь приземлить в университет. Потому что, когда в течение того, что вы назвали, отпадет. Ну, может быть, тщеславия останется, видите? Ну, все-таки, вот я его в последнюю очередь назвала, но тем не менее. Но тем не менее. Ну, вы знаете, да? Да. Еще один вопрос. В первой операции было методическое показание. В первой операции эксперт у вас проходит аккредитацию со стороны агентства. В второй момент согласуется агентство. Соответственно, мы должны понять, как попадает в сверстную базу. Секунду. Смотрите. Значит, у нас… Еще раз возвращаюсь. Подписание меморандума. Три направления. Первое – это наставничество. Второе – это экспертиза барьеров. И третья модель. Вот там, где мы говорили об экспертизе барьеров, мы говорили, что нам важны эксперты и региональные, в том числе, для того, чтобы они могли оценить те барьеры, которые мешают развитию и реализации проектов. Это одна история. Мы с ними дружим. Эти эксперты, они же могут быть и вашими экспертами. Вашими я имею в виду экспертами, которые работают с моделью. Модель по поддержке проекта. Вот сейчас мы о ней говорим. Кто эксперты? Эксперты могут быть ваши преподаватели. Люди, которые могут взять на себя обязанность, согласившись с экспертом, взять обязанность на себя оценить проекты по определенным критериям. Это первое. Второе. У нас, например, эксперты принимают решение о переводе проекта на сопровождение. Например, проект прошел оценку первичную, проект прошел упаковку до упаковку, проект прошел экспертизу, он выносится на заседание рабочей группы экспертного совета. Рабочая группа экспертного совета принимает решение, смотрит, обсуждает проект, заслушивает лидера проекта и принимает решение, перевести этот проект на этап сопровождения в агентстве или не перевести. То есть его роль достаточно велика. И здесь уже даже агентство не вмешивается. Это будет решение общим голосованием экспертного совета. То есть их роль достаточно велика здесь. Они принимают участие в работе на постоянной основе. Ну вот смотрите, у нас 14 отборов, 4 направления. У каждого направления своя рабочая группа. То есть таким образом у нас 4 рабочие группы. Социальные проекты, технологические, образовательные и городские. Они, если у нас проходит один отбор, то заседание рабочей группы один раз в год по одному отбору. То есть рабочая группа – это одна из реперных точек в жизненном цикле проекта. Один раз. Но отборов у них проходит, например, у каждого направления от 3 до 4. 4 отбора, 4 раза в год они собираются. У вас больше экспертов, чем, допустим, какой-то клорум. Потому что, понимать, может быть дисквалификация экспертов, потому что они принимают участие. В этом году мы пересмотрели состав экспертов. В принципе, ротация идет ежегодно. В этом году она была масштабной. Но она была масштабной не столько, как на замену, а сколько на расширение. Хотя замена тоже произошла. Мы посмотрели, как работают эксперты. Мы посмотрели, как они оценивают проекты. Мы посмотрели, насколько эффективна их работа. В конце концов, насколько часто они приходят на заседание рабочих групп. И на основании этого мы сделали вывод и решение. Мы подобрали новых экспертов. Мы расширили экспертный состав. В этом году он у нас составляет порядка 180 человек. И каждая рабочая группа – это примерно 50-60 человек. К воруму мы пошли внутренним регламентом 1-4. Потому что управлять рабочей группой в едином пространстве в 60 человек практически невозможно. А 1-4, да, это вполне нормально. И группа работает эффективно. И все-таки, если главная мотивация – это тщеславие и личность, поддержу коллегу, приземляя на уровне ВУЗа, то наш эксперимент. Да. Вы знаете, вот сегодня в практическом задании, которое мы должны были с вами решить, там стоял как раз-таки тот вопрос. Предложите мотивацию для каждого участника проектного офиса для того, чтобы ему захотелось работать. Совершенно верно. Нашим экспертам, я еще раз повторюсь, формировать экспертное сообщество – непростая задача. Например, наши эксперты, они не работают с проектами, которым мы выдаем деньги. То есть им не нужно экспертировать проект с точки зрения финансовой модели, бизнес-модели. А это достаточно высокая экспертиза, и она оплачиваемая. Вот. Наши эксперты экспертируют, наши оценивают проекты на уровне своих компетенций, но то, что не касается денег. Социальные эффекты, экономические эффекты, там ниша, занятость, место в определенной отраслевой нише, насколько там безопасность этого проекта, высока, невысока и так далее. То есть эта экспертиза достаточно глубокая, но она не такого уровня, как, допустим, для бизнес-проектов. Это с одной стороны. А с другой стороны, например, есть практика скулковская. У них экспертное сообщество, они работают с ними достаточно долго. Но там и уровень экспертов немножко другой. И, естественно, эксперты оплачиваемые. Но они создают экспертное сообщество, они с ними встречаются. У них там вот то, о чем вы говорили. Там есть четкая система у них разработана, прекраснейшая, которая оценивает экспертов. Они видят, как они голосуют, сколько при голосовании они указывают ссылки на источники, на основании которых они принимают экспертное решение. И вот на основании данных они оценивают экспертов. Насколько они своевременно, насколько они качественно прорабатывают проекты, насколько они аргументированно приводят свои доводы. Есть ли у них там какие-то, грубо говоря, косяки, то есть непрофессиональность и так далее. Они это отслеживают, и у них это достаточно четко есть критериальность в подходе к экспертам. Что мы предлагаем в качестве символов компетентности, на основании которых можно выбирать экспертов? Первое. Ученая степень, звание, должность или стаж работы по специальности в области, связанной с тематикой проектов, число опубликованных работ, число ссылок в них, в научной литературе, участие в специализированных советах, комитетах, комиссиях и так далее. В качестве спикеров вы можете этот список продолжить. А изменить? Убрать. Да. Убрать. 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 Да. Может быть, у вас есть какие-то требования? Ну, хотели бы на них посмотреть, наверное, более-более взвешенные. А ваша. Да, она ваша. Потому что нас это точно не поделивает. Вот вы просто смотрите, что получается. На любом ВУЗе есть эксперты. Эксперты РФФИ, эксперты Рособорнадзора. Все не кажется. Эксперты, там, ну, перечень можно поглазить. Пака и так далее. Да, и у каждого своя мотивация, вы правильно совершенно говорите. Допустим, если РФФИ, да, эксперт, получая определенные проекты, он видится, представляет с тем, что он мог бы предложить или его команда, или его направление научное и так далее. Рособорнадзора, своя история, да, там, чуть-чуть назвать вот это или там, еще что-то размещать. Там, в следующей организации своя история. Мы с вами сейчас разговор ведем о чем? О том, что мы отбираем проекты, направленные на региональное развитие. В большей части в состав экспертов должны входить и специалисты, или люди, обладающие компетенции, в том числе и регионального развития. Давайте представим себе ситуацию. Мы привлекаем, например, руководителя регионального агентства, ну, какого-нибудь, неважного, там, инновационного развития, там, еще чего-нибудь. Он может быть заинтересован в проекте, который генерит ВУЗ. Почему? Ну, у него там свой КПА есть, да, с любым проектов там посадят себе на площадку и будет их развивать. Ладно, с этим понятно. Региональный орган исполнения власти. Отчасти там есть мотивация в части продвижения проектов, направленных на выполнение КПА-министерства соответствующего и комитета. А вот титульные критерии все названы в отношении профессорского преподавательского состава. У них будет только одно. Причем, наверное, не ошибусь, если скажу, что в большей степени вероятность, это вторжение. Скажут, да у меня и так вагон вопрос, связанный с работой программами с преподаванием, с одним, со вторым, как еще и экспертив, то есть проектов направлены на региональное расстояние. Это очень теоретически подходит. Либо, если мы формально, да, вот коллегу под дежурь, если мы формально подойдем к этому вопросу, мы получим смогу теоретически на оценку. Теперь смотрите. Давайте попробуем такой заход. Такая идея у нас была, и в эту сторону мы двигаемся. Во-первых, те эксперты, которых вы будете отбирать для оценки проектов, они уже автоматически входят в экспертное сообщество агентства. Во-первых, они попадают в нашу базу, общую базу экспертов. Их услугами, их компетенциями могут воспользоваться не только в ВУЗе, да, и даже те, попадая в нашу общую базу, на лидер ID экспертов, его компетенциями могут заинтересоваться и другие проекты. Это во-первых. Во-вторых, тем самым эксперты, которые появляются в ВУЗе, которых вы отбираете, они попадают в нашу экосистему. То есть это будут, и мы будем их собирать, мы будем с ними работать, мы будем с ними общаться, мы будем их привлекать на другие проекты. У каждого из экспертов в этой ситуации есть возможность подняться на одну ступеньку выше. У него есть возможность общаться с коллегами своего профессионального сообщества, но не только на уровне ВУЗа и региона, а на уровне, в общем-то, оси. Мне кажется, что вот такой заход, такая мотивация для экспертов, она может быть как один из подходов. Да. Уважаемые коллеги, мы сейчас переходим уже все на эффективные контракты. У нас, по крайней мере, в Казанском инновационном университете существует как раз уже такая структура, как IDIS, и мы где-то по 93 показателям учитываем деятельность преподавателей. И мы как раз всю деятельность, связанную, где у нас выступают экспертами, экспертами общественной палаты, экспертами ЛИАСИ, экспертами, ну, куда привлекается, мы фактически конвертируем в баллы, а баллы конвертируются, в принципе, в зарплату и идут поверх. И, конечно же, у нас многие эксперты, кто действительно вот работает в ДИС-советах, но это уже профессорская предварительская система, но и тех, кто работает в комиссиях, например, при Госсовете РТ, при Госдуме и ВАСИ, они получают такие баллы, которые, в принципе, на зарплате сказываются помесячно. То есть на каждый год мы вычитываем эти баллы, и они вполне начинают работать. Ну, баллы в конечном итоге, это внутренняя мотивация, да, то есть самое главное, чтобы, да, ученый совет включил это в конвертацию, да, тем более это социальная активность. Ну вот, уже есть решение, хотя скепсис мы не сняли. А что скажет Вятка? Спасибо, Благограду. Коллеги, вот смотрите, дайте немножко абстрагируемся и поднимемся на эту ситуацию. Нас настолько с вами зажал Рособнадзор, учредитель и еще бог знает кто, что мы с одной стороны очень желаем свободы, а с другой, когда ее получаем, не можем ей распорядиться. Вот слушайте, о чем сейчас идет вопрос. Нам говорят, придумайте критерии экспертов сами для себя. Мы говорим, ну нет, ну давайте нам вот четко, чтобы было ученое звание, должность или число публикаций. Вот на мой взгляд, это как раз та уникальная ситуация, когда мы можем сами себе сейчас, пока нам, слава Богу, сверху не послали перечень критериев, придумать эти значения для экспертов, отработать их у себя. Может быть, январец сказать, смотрите, вот мы такой вариант придумали и у нас только поэтому взошло и заколосилось. Вот я все-таки за то, что вот здесь поддержу Елену. Есть примерный перечень. Будем ли мы его придерживаться? Наверное, нет, потому что тогда мне будет не уравнять, точнее на вторую чашу весов мне будет не поставить этих экспертов из народа, из невузовской среды. То есть однозначно профессура, она наберет себе баллов тех, которые нам не нужны. Поэтому мы что-то отсюда возьмем, чего-то не возьмем так, чтобы как минимум соотношение 40 своих и 60 не своих обеспечить. Потому что это же не только про экспертный совет, это вообще про отношение к проектному офису ОСИ ВУЗ. Если люди пожелают там исчезлавие или прочих мотивов сюда зайти и их будет как минимум больше половины, значит, это уже признак того, что тема зашла и мы с ней можем эффективно работать. То есть это уже маркер, который показывает, что люди поверили. Если их там будет больше, чем наших вузовских. А уж как догнать потом, дожать тему в своих интересах, я думаю, мы всегда это сможем сделать, если такая необходимость будет. Спасибо. Поэтому верхняя часть, я просто пропустила ее, да, вы видите, что экспертное сообщество формируется не только из сотрудников ВУЗа, и далеко не только. И опять-таки ВУЗ, власть, бизнес. Еще раз вернусь. Вот видите, здесь опять-таки вам нужно подкрепление позиций ВУЗа. То есть мы сейчас с вами собираем некий перечень пул вопросов, которые вам необходимо обсудить с региональными органами власти. и получить от них как бы заручительство, что да, они вас поддерживают. Поэтому да, вносите это в тот список, с которым вы пойдете, если пойдете к своим властям местным. Единственное, хотелось бы просто понимать, потому что в практике у вас есть регламент работает эксперт, потому что сколько и как часто он работает, потому что людям нужно объяснять. Да, этот регламент есть, есть структура, в методичке она, кстати, нарисована. Регламент, опять-таки, вы можете, ну давайте сделаем так, лирическое отступление, да, в регламент вы можете нарисовать свой, как вам удобно, как работает у нас, да, например. Итак, повторюсь, у нас 4 рабочие группы, которые входят в состав экспертного совета. Экспертный совет – это 4 рабочие группы, которые работают только с проектами, вот с нашими, которые приходят нам по целевым отборам. Есть еще 10 рабочих групп, которые обеспечивают работу по другим инициативам, по другим проектам, в том числе и вот эта инициатива по поводу экспертизы барьеров, да, куда будут входить ваши представители, ваши коллеги, вы. Вот, это первый момент. Значит, рабочая группа, у нас эксперты, привлекаются на всем процессе отбора проектов, от его поступления до выхода, привлекаются на каждом этапе. Первый этап – это первичная оценка проектов. Мы привлекаем экспертов, у нас они онлайн оценивают проекты, по двум уровням, по баллам они выставляют их, и получается рейтинг проектов и те проекты, которых они отклонили. Это первый вход экспертов в наш процесс. Второй, то, о чем я сказала, это экспертиза. Нам очень важно, чтобы проект прошел помимо просто оценки по нашим критериям, прошел экспертизу. Экспертизу, может быть, мы проводим не глубочайшую, мы проводим… нам достаточно заключения эксперта, чтобы он сказал, да, проект соответствует определенным требованиям, проект занимает определенную нишу в данном сегменте, проект безопасен, проект востребован целевой аудиторией, может быть, приведена статистика и так далее. Его заключения. Нам этого достаточно. Более того, сейчас, секунду. Более того, вы сегодня говорили про кипятильник, и там очень хорошая такая экспертная форма работы с проектами. проекты проходят, эксперты сидят, они видят проекты, они оценивают, и по итогам кипятильника эксперты дают свое заключение. Эти проекты рекомендуем на дальнейшую работу, а эти проекты, пожалуй, пусть отдохнут. И вот эта справка по итогам кипятильника, она тоже является экспертным заключением, мы ее берем в работу. Она тоже нам нужна. И вот реперная точка, о которой я говорила. Рабочая группа экспертного совета. Это прям ключевой наш орган. Собираются. Один раз вот в этой процедуре, я проговорила, да. Они собираются в составе. Пич-сессия лидера. Обязательно приглашение лидера, который говорит, коллеги, вот мой проект. Я такой хороший, проект у меня еще лучший. Эффекты такие, конкурентные особенности проекта вот такие. Мне от агентства нужна поддержка вот такая. Я готов принять в этом участие вот такое. Эксперты говорят, ой, отличный проект, берем там плохой проект и так далее. И третья итерация, где мы привлекаем экспертов. Во-первых, на этапе сопровождения, это следующий этап после принятия решения, на этапе сопровождения мы тоже привлекаем экспертов, мало ли у проекта возникла какая-то проблема. То есть решение локальных экспертных проблем по каким-то специфическим задачам мы тоже можем обратиться к эксперту. И третья реперная точка, она ключевая, финальная, бюро экспертного совета. Это руководители всех рабочих групп составляют бюро экспертного совета. Собирается очное заседание, и директора направлений отчитываются по итогам поддержки проектов. Они говорят, вот проект зашел, вот такие показатели, вот такие меры поддержки были оказаны, результат вот такой. Бюро экспертного совета говорит, да, мы одобряем, агентство отработало хорошо, меры были подобраны эффективно, мы одобряем этот проект, мы одобряем, закрываем этот проект, проект переходит на этап оказанной поддержки. Вот такое участие во всем процессе целевых отборов принимают у нас эксперты. Можно уточнить? На узкую какую-то задачу. Например, там условно юридические проблемы возникли. То есть кто является, сам заявитель инициирует такого рода подключение экспертов? Как он получает эту помощь? По порядку. Я отвечу немножко позже. Итак, коллеги. Можно все-таки уточнить? Я не успела задать вопрос. Смотрите, может быть, вопрос будет такой, ответ на него элементарен, но тем не менее мне хочется его задать. Вот смотрите, правильно ли я вас поняла? Создается какой-то экспертный пул, который попадает в ту базу данных экспертов, которую оси, которые могут использовать где-то в других местах. Но так как это будет проектная площадка внутри университета, и университет здесь во взаимодействии участвует в первую очередь с точки зрения того, какие ресурсы он может к этому привлечь. Неважно, кадровые, материальные или какие-либо другие, инфраструктурные. И здесь очень важны эксперты, которые могут сказать, правильны ли любые те, кто приходит с инициативами, и многие из них, они подозревают, что ВУЗ может это сделать, или они думают, что модель поведения студентов или преподавателей, она вот такая, такая, все вот придут, и все сразу вот этот проект, решающий все мировые проблемы, максимально поддержат. Получается, мы же можем это сделать много итеративно, как я думаю. То есть это могут быть какие-то эксперты внутри университета, которые оценивают с точки зрения ресурсов, а потом, может быть, какой-то некий экспертный совет, который попадает в повестку ОСИ. Потому что я не думаю, что ОСИ будет интересно оценивать ресурсные возможности того или иного университета, и в ВУЗах они все разные, модели поведения разные. Ну вот так. Да. Смотрите, во-первых, хочу ответить, что вы, мы сейчас говорим о том, что ваша модель, она замыкается от на ВУЗе, от приема заявок до статуса проекта оказана поддержка. Второй шаг, где точки пересечения и взаимодействия с агентством ВУЗа и агентством в этой работе, мы с вами немножко ниже об этом. Но пока мы говорим о том, что модель, она от А до Я на площадке ВУЗа реализуется, как вы будете подбирать экспертов, кто они будут, откуда они будут, с каким уровнем компетенций, это решать вам. Каков жизненный цикл проектов? Вот это базовый цикл проектов. Вы его уже все выучили наизусть, наверное, я так полагаю, поэтому не будем останавливаться на нем. Это наш базовый цикл проектов. Вы можете внести в него свои коррективы и свои изменения, так, как вам это удобно. Единственное, что мы бы очень хотели, чтобы остались заявка и сопровождение. Вот это, пожалуй, главное наше желание вот в этой работе. Как вы разнообразите, сократите, увеличите количество этапов, это уже на ваше усмотрение. Я хотел еще уточнить, вот у нас в методичках у всех было, да, там изначально, что создается, получается, внутри у нас, в общем, мы развиваем проекты, проектный офис, да, и вот некий экспертный совет с привлечением города и всего остального. И вот исходя из этого мы говорим про заявку, оценку, потом мы проводим экспертизу, и только после этого университет понимает, что да, мы начинаем сопровождать. Вот, на каком этапе, да, я имею в виду, получается, мы как бы все отдельно находимся, как здесь идет связь с оси, или если мы видим, что проект там интересный и выходит на пределы федерального, тогда мы его кидаем в оси центральная, так мы назовем, да, в Москву. Вот как здесь? Я правильно понимаю, что это был ваш вопрос, да? Может быть, где-то я, да. Да, 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 это на финале, да, предусмотрено, я все расскажу, коллеги, да. Вопрос очень правильный, вопрос вас волнует, тем более я уже третий раз как бы осекаю вас, коллеги. Нам хочется просто, чтобы у вас было не 150, да, там, а миллион, там, 150, тысяч. Как же нам этого хочется? Давайте содействуем. Наши желания совпадают. Итак, вот так выглядит жизненный цикл проектов в агентстве. Заходили на сайт, к нам, наверное, вы видели эту схему, она вам знакома. В принципе, ничего здесь нового, просто я немножко мы ее развернули, вот, для информации. Как обеспечить прием заявок проектов? Итак, вот теперь пошагово. Нам же нужно получить эти проекты, да, мы уже определили с вами, с какими проектами работаем, определили критерии отбора, у нас сформирован пакет мер поддержки, ну все, теперь мы ловим проекты. У нас заявка принимается на сайте, форма определенная, и как вы понимаете, форма, перечень полей формы, да, она должна соответствовать тому пониманию, какие проекты вы отбираете, каким критерием они должны соответствовать. Это все должно быть заложено в форме. Получая данные от лидера по проекту, вы уже четко сразу понимаете, ваш он или не ваш. Но хотя они могут написать такое, что могут вас запутать в какой-то момент. Но тем не менее, форма должна быть четко продумана, какая информация вам нужна о проекте. Это вы должны понимать сразу. Итак, опять-таки, где эту форму разместить? Форма может быть размещена на отдельном ресурсе, как я говорила, форма может быть размещена на сайте, но это для пилотных проектов. Коллеги, да, вы прочитали вверху. Те вузы, которые готовы запустить пилотную площадку, будут буквально до Нового года, там в начале года. Для остальных вузов регистрация и заявка проектов будет идти через единую систему агентства. Вот вы попадаете в нашу общую базу и ваши проекты, и ваши эксперты. И, в общем-то, мы не будем постигать, то есть это будет отдельная ваша зона с правами доступа, но данные, не все, опять-таки, конечно, потому что мы должны соблюдать закон о персональных данных, да, но тем не менее, вы попадаете в нашу общую вот эту базу данных, вы работаете с нами. Поэтому ориентируйтесь, пожалуйста, на то, что подача будет через наш ресурс. А пока, потому что система разрабатывается, а пока, да, вы можете сделать вот на сайте, ну, либо где-то там еще, как вам будет удобно. Да, мы бы хотели, еще раз повторюсь, да, что была информация об агентстве. Да, кстати, коллеги, я не сказала, но, наверное, может быть, нужно было с этого начинать сразу, да. Если вы подключаетесь к реализации модели на ваших ресурсах, вы можете использовать наш логотип. Может быть, вам это покажется, ну, не очень, как бы, ну, логотип и логотип, агентство, но и агентство. Но нет, вы знаете, как показал опыт, в принципе, сегодня наш бренд, он достаточно весом. Ну, наверное, даже я бы хотела сказать, в кругах, в регионах, может быть, в меньшей степени, да кто знает о сей в регионах, но зато в регионах очень хорошо знают об агентстве органы власти. Более того, органы власти, вы знаете, да, насколько успешны в рейтинге, в национальном инвестиционном рейтинге, вы слышали о таком, да, который проходит ежегодно и проводится агентством. Вот, губернаторы, они очень реагируют трепетно на все вещи, которые связаны с агентством. Потому что, во-первых, губернаторы, региональные органы власти, они взяли очень много проектов, инициатив агентства в разработку. Они знают, что агентство, ну, дает им достаточно много, но и вот это слово рейтинг, оно магическое слово, да, и тем более по позиции в рейтинге оценивается KPI губернатора. Ну, так, чтобы вы понимали, это еще одна галочка в том списке предложений и вопросов, которые вам нужно будет решить региональными органами власти. Поэтому я вам, да, изначально сразу рекомендую, на ваш сайт повесить логотип агентства стратегических инициатив. Он вам позволит работать и вести диалог по нашей модели, ну, как бы вы под нашей эгидой, вы под нашей крышей. Может быть, это вам и поможет в чем-то. Как провести оценку проектов? Да, кстати, по заявкам. В принципе, вы можете попробовать и, ну, условно скажу, лайтовую форму без заявки проектов. Вы можете организовать прием проектов в формате того же самого кипятильника. Вы проводите пиар-компанию, вы всем и всюду рассказываете, что вы открываете отбор проектов, что вы готовы в такой-то день, назовем его демо-день. Вы открываете двери вуза, приглашаете лидеров с проектами, которые отвечают следующим требованиям. Такая тема, такие требования к проектам, таков объем. Да, они приходят, экспертное сообщество, презентация, лидер, и вы принимаете решение. Вот этот проект мы берем на сопровождение. То есть экспертизы может быть и вот таким образом. Этот подход, он тоже возможен. Если вы можете его запустить и реализовать, пожалуйста, воспользуйтесь этим. Единственное, что, конечно, он проще, он легче, но если вы собираетесь работать, провести только один отбор, наверное, так можно. Если вы собираетесь выстроить системную работу, то, конечно, вам нужна база. У вас должны быть данные, у вас должна быть информация, у вас должно быть подтверждение, тем более, что эти данные не просто будут лежать мертвым грозом. Вы их потом можете использовать. Но как работать с данными, вас на острове учили, да? Вы об этом уже знаете лучше меня. Вот. Поэтому у вас есть вариант. Можете выбирать ту или иную форму приема заявок. Как провести оценку проектов? Здесь тоже два варианта мы предлагаем для вас. Заочный формат и очный формат. Если проектов очень много, то, конечно, лучше делать заочный формат. Как делаем это мы? В онлайне, да, когда эксперты попадают, значит, мы разработали экспертную площадку для наших экспертов. Мы выложили пул проектов, который к нам поступил, и мы, они оценивают. Мы даем определенное время на оценку, они оценивают по баллам. Система автоматически выстраивает рейтинг проектов, которые предложены на сопровождение, и автоматически отбирает те проекты, которые эксперты отклонили. Они не проходят по критериям. Все. У нас два списка в результате. Вот. И может быть очный формат. После завершения приема заявок, проходит домодение, которым я сказала, вы можете и вот на этом этапе отработать. Можно и таким образом пойти. В результате после оценки у вас должно появиться два списка. Те проекты берем и те проекты, которые отклоняем. В общем, здесь вопросов нет. Я вижу, что вот зря мы все-таки, Татьяна, не пошли на группу. Обед пошел на пользу. Коллеги начинают дремать. И даже рядка вопросов не задает. Так. Как организовать экспертизу проектов? Ну, мы с вами здесь уже, в общем-то, прошлись. Достаточно подробно есть проблемы, есть барьеры, но тем не менее, как бы он понятен, теоретический процесс, да, но немножко стоит, наверное, подумать над тем. Хотя, чтобы вы проснулись. Коллеги, коль мы пришли вот к этому слайду. Татьяна, помоги мне, пожалуйста. Итак, коллеги, скажите, пожалуйста, каким образом вы могли бы замотивировать экспертов для того, чтобы они к вам вошли в экспертное сообщество? А Таня, ты просто фиксируй. Вот то, что мы должны были отработать в группах, мы сейчас отработаем. Просто мозговым штурмом набросаем. Тщеславие, Таня, фиксируем. Мы на этом сыграем, но мы будем понимать, что мы говорим о здоровом тщеславии, да? Тщеславие, предложенные с экспертами или с участием экспертов имеют преимущество некие перепрохождения. Это нельзя так делать. Конфликт интересный. Да, конфликт. Шантаж тогда. Личные контакты, по наличную просьбу откликаются люди. Таня, личные контакты. Многие занимаются отбором для себя кадров. Например, бизнесмены приходят, и кто-то социальным предпринимательством занимается, вот как раз пополняет волонтерскую базу, приглашают наиболее интересных студентов в дальнейшем работать по соцпредпринимательству, по каким-то стартапам и так далее. То есть происходит рекрутинг студентов, и они с большим удовольствием приходят особенно на третий, четвертый. Да, безусловно, конечно. А, личная заинтересованность экспертов в теме. Так, Таня, понравилось, да? Да. Таня, логотип агентства и то, что я сказала, да, единая экспертная сеть агентства, да? Так мы назовем, наверное, да? Единая экспертная сеть агентства. Включение, да? Брэнт Аси. В первый момент эксперт разделяет ценности этого проекта, и эксперт разделяет ценности этого проекта, и второй момент у эксперта есть KPI. Вот, тогда KPI, то есть KPI эксперта. KPI эксперта. Брэнт Аси, и KPI эксперта. Эксперт разделяет ценности. Проект представляет ценности этого проекта. Но он немножечко проект представляет ценности этого проекта. Ну, там, наверное, какие-то интересные, да? Но эти вопросы не может быть проектов, да? Согласна с вами, да? Оставим, да? Служебная ценность. Служебная ценность. Ну теперь. Немножко другое, чем личное. Ну, правда, давайте оставим. Служебная ценность. Служебная ценность. Про стоимость эксперта. Да, это мне нравится очень, да. Рост стоимости эксперта. Мы прям буквально так запишем. А нам понятнее. Рост стоимости эксперта. Все. Сегодня он стоил столько, попал в экосистему агентства, он стоит вот столько. Отлично. Ну, либо повышение. Ну, вот, рост стоимости эксперта, как-то вот оно понятно. Правда? Четко. Коллеги, еще. Вы знаете, то, что здесь появилось 9 пунктов, по-моему, симпатично. Ну, сфотографируйте. Вы все записали? Отлично. Отлично. Ну, вот, видите, уже не так пессимистично, а то я даже перестала улыбаться в какой-то момент. Понимаю, что модель проваливается. А нет же, вот, жива. Какие главные документы проекта? Два документа, которые мы предлагаем вам, чтобы они были обязательными. Это те вещи, которые обязательны. Во-первых, паспорт проекта. И во-вторых, дорожная карта проекта. Паспорт проекта – это, ну, понятное дело, документ, где собрана вся информация о проекте. Это та информация, на основании которой идет экспертная оценка, заключение, принятие решений по проекту и так далее. Итак, это паспорт проекта. И второе. Паспорт проекта я вам, по-моему, давала в методичках. Вот вы просили, агентство, вы все говорите, не даете нам материалов. Я давала вам в методичках. И дорожная карта. Дорожная карта – сопровождение проекта. У нас, как только проходит заседание рабочей группы, где принимается решение о том, что проект переводится на сопровождение, на это заседание представляется уже сформированная дорожная карта поддержки проекта, которую эксперты согласуют. То есть они принимают ее. Мы принимаем эту дорожную карту вместе с проектом, либо нет. 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 А еще раз. Смотрите. Давайте разделим. У нас есть проект. Есть у этого проекта лидер. Он его задумал от идеи. Он довел его до какой-то стадии реализации. У него есть свои цели, задачи. У него есть очевидный результат, к которому он должен прийти и так далее. Это цель проекта и это его проект. Это одна история. А вот когда проект поступает… У него есть дорожная карта своя реализации проекта от А до Я. А вот мы работаем с проектами и для себя их считаем как проект, который к нам зашел. Вот реперная точка. Проект шел, шел с лидером, развивался. Оп. Он дошел до агентства. Вот с этого момента мы говорим. Вот здесь мы за него отвечаем. Причем не за проект отвечаем, а за меры поддержки. Проект на этапе от, когда он находится в агентстве, от захода до поддержки, вот это наше ответственность. Вот в этом промежутке мы рисуем дорожную карту на этот промежуток. Не до, не после, а именно на промежуток от момента захода до момента выхода. Ну, в данном случае из вашего проектного офиса. Как себя поведет проект дальше, мы будем мониторить. Помните, там есть этап у нас такой. Но это уже как бы… Ну, мы-то болеем за свои проекты, мы-то за них тоже переживаем. Но вот зону ответственности мы вот в этот момент снимаем. Хотя у нас проекты повторно могут к нам заходить, если вдруг возникла у них какая-то проблема на пути реализации в дальнейшем. Это тоже возможно. Поэтому дорожная карта проекта не с той, которой он заходит. Он может предоставить вам ее на этапе заявки. Вы можете запросить у нее. Но это не та дорожная карта, которая нас интересует, о которой говорю я. Дорожная карта поддержки проекта. Я вам тоже ее давала. Она есть у вас в методичке. Как проходит этап сопровождения проектов? Да, по дорожной карте скажу. Вот сейчас мы вышли в этом году. У нас были планы поддержки. А сейчас в этом году мы вышли на дорожные карты. Требования к ним немножко другие. Не просто поменяли название, не просто поменяли вывеску. И требования к дорожной карте другие. И самое главное, что дорожная карта для нас стала инструментом управления, поддержки проектов. Что это значит? Вроде бы внешне это, да, некий план. То есть это цель обращения в агентство. Важно и главное. А иначе дорожная карта не выстроится. С какой целью лидер пришел к вам? За какой поддержкой? Она должна быть четко сформулирована. Так, оказание поддержки по тиражированию проекта. Проведение исследований и разработка методологии. Там чего-то, да. Они могут быть совершенно разные. Обращение. И вот как только вы четко сформулировали цель, вы понимаете, зачем к вам зашел проект. Это главное, что вы должны, когда вообще начинаете работать с проектом, с какой целью он к вам зашел. Дальше вы начинаете раскручивать меры поддержки, формировать дорожную карту. А и каждое мероприятие дорожной карты должно приближать проект к целевому результату. То есть к какой цели он пришел. Вот мы сейчас работаем с дорожными картами. Да, мы тоже учимся, причем учимся у лучших, как у нас принято говорить. Но ошибки такие есть, они очень типичные. Набор мероприятий по дорожной карте никак не относится к тому, какая цель заявлена. Но дорожная карта, все красиво как. В дорожной карте мы иногда пишем такие вещи, как оказание содействия во взаимодействии с региональными органами власти. Чего убрать? Конкретно что будем делать? Провели совещание, заседание. Чего убираем? То есть в дорожной карте мероприятия, которые вы записываете, должны исключены быть проведение совещаний, заседаний, встреч и так далее. Вы можете в конце написать, что достигнуто, достичь договоренности о том-то, том-то, в скобочках пометьте, провести заседание там-то, там-то, провести встречу с губернатором, ну и так далее. Это так, как… Вопрос, первая формировка, когда трекер формирует команду проекта, насколько я помню, лидер проекта формирует команду, а трекер может помогать? Хороший вопрос. Значит так, возвращаемся к тому, что я сейчас вот размахивала руками. Проект зашел в ВУЗ, да, и проект вышел из ВУЗа. Вот лидер, когда задумал свой проект, он сформировал команду. Чувак, ты разрабатываешь, я продвигаю, ты рисуешь. Да, у нас команда. Мы, значит, идея появилась, мы отработали ее, барьер. Идем в агентство, идем в ВУЗ. Вот с этого момента, когда он пришел в ВУЗ, у нас есть что? У нас есть лидер и лидерская команда. Но на этапе сопровождения мы должны сформировать команду, которая обеспечит поддержку. Вот это будет уже команда проекта. Вы можете… Еще раз. Вы можете у себя назвать это по-другому. Пусть будет так. Пусть будет так. Оно понятнее. Команда поддержки проекта. Входит трекер, как руководитель. Входит лидер и его команда. Входят партнеры, если вы понимаете, что вы можете их привлечь по каким-то мерам поддержки. Входят эксперты, если они изъявили желание. Если есть такой инцидент. Вот это будет команда поддержки проекта. Она даже точнее, чем сказала я, команда проекта. Она работает временно на этапе сопровождения проекта у вас в проектном офисе. Она завершает свою работу после того, когда проект пришел. А кто тогда главнее получается? Трекер или лидер? А теперь да. По нашему пониманию проект к нам зашел за поддержкой. Все, что происходит в рамках поддержки этого проекта, это ответственность трекера. Трекер отвечает за поддержку проекта. Вот видите. А, это да. Трекеры отвечают. Координируют деятельность. Контролируют своевременное исполнение сроков мероприятий. Проводят анализ промежуточных итогов. Принимают меры по снижению всевозможных рисков. Обеспечивают эффективную коммуникацию и информационное сопровождение проектов. И отвечают за результаты поддержки проекта. Это опять-таки возвращаясь к тому, что трекер – это главное лицо. И трекер – это плечи, на которые ложится вся большая, большой объем работы. Но насколько он эффективную команду соберет вот на этом этапе, настолько проще будет ему работать. Правильно я понимаю, допустим, если человек, то есть лидер проекта, запросил поддержку, то в данном случае он снимает себя как бы… Свою ответственность передает на трекеры, судя по тому, что здесь перечислено. Ни в коем случае проект продолжает развиваться, проект продолжает решать свои задачи, а мы, либо вы, вы только снимаете определенный вид барьера. Вы оказываете ему какую-то поддержку для того, чтобы он дальше мог идти. Более того, в дорожной карте у нас есть мероприятие для лидеров и лидерской команды. В общем пуле, в общей картине, как будет двигаться проект вот на этом этапе, когда он зашел к нам, здесь могут быть участвовать в развитии проекта, в снятии барьеров, в оказании мер поддержки и лидер. Ну, например, если мы организуем встречу с губернаторской командой, для того, чтобы обсудить вопрос и добиться решения вопроса, допустим, разрешения на строительство. Ну, например, я сейчас просто от балды беру. Что должен к этому моменту, к этому мероприятию подготовить лидер? Он должен подготовить документы, пакет того-то, сего-то. Он должен получить какую-то справку и так далее. Полностью подготовить презентацию проекта. Мы тоже включаем ее в эту дорожную карту, чтобы было видно, что вот на этом этапе работает команда. Ни один трекер, ни один вуз, а лидер со своей командой принимают в этом активное участие. Просто все, кто знакомы и работают в проектной логике, здесь явно, наверное, не вполне корректно все-таки все написано. Потому что те, кто работает с проектами и работает давно, здесь вот есть противоречия, либо терминология должна быть раскрыта. Кто такой трекер, кто такой руководитель команды. Да, смотрите, мы немножко нестандартная проектная, ну как бы мы не можем, вот ту деятельность, которой мы занимаемся, мы не можем уложить в классическую форму проекта. Почему? Потому что мы берем, рассматриваем проект, как только часть его. Мы не берем проект от А до Я. Представляете, если бы мы взяли на себя ответственность в целом за реализацию проекта, за его успешность, за его риски и так далее, и так далее. Вот это не наша задача. Ключевое слово – поддержка. У проекта есть свои цели, у него есть свои ожидания, у него есть свои механизмы, этапы, ресурсы, просчеты рисков и так далее. Это все его тема, он руководитель проекта. Вот он в своем понимании, классический, вот у него отрезок его, это да, это классическое понимание проектной деятельности, абсолютно. Мы же берем только часть и рассматриваем этот проект как раз-таки именно как поддержку. Мы соскучились. Нет, я просто из разряда не могу молчать, отреагировал на реплику Волограда. Елена, правильно ли мы понимаем, что вы этим слайдом разводите две деятельности. Деятельность проекта, жизненный цикл проекта, там концепция, реализация, завершение, по планированию, завершения и деятельность по управлению проектом. Когда мы говорим про управление предметной областью, проекта, управление коммуникациями, там анализ регулирования, все что угодно. И мы же сейчас про деятельность по управлению проектом. И задачу трекеров вы формулируете именно с точки зрения деятельности по управлению проектом. Как сделать так, чтобы лидер команды, с ним же соглашение подписано, Но он же брал на себя обязательства за успех этого предприятия. Лидер команды вместе с командой продвинулся. И в этом случае, не соглашусь с вашей репликой, что накануне подхода к губернатору трекер готовит презентацию. Презентацию наверняка готовит лидер проекта, а трекер помогает ее подготовить. Я сказала лидер. Может быть не расслышу. Лидер готовит презентацию. Трекер организует встречу, договаривается. Там четко прописано, что он должен получить в результате этого. Как он будет это делать, какие инструменты использовать, как диалог выстроит в конце концов. Это делает трекер, потому что это поддержка. Лидер в этот момент готовит презентацию. Лидер и его команда в этот момент готовят необходимые документы, доказательства и подтверждения состоятельности проекта. В этом смысле я и говорю. Это как раз-таки два мероприятия, но они в одном. И участвуют и лидер, и трекер. Вы действительно подняли очень правильный вопрос. Он достаточно тонкий. Понимаете, это сейчас нужно очень четко прояснить, потому что если следовать вашим методическим рекомендациям, то основная группа в проектном офисе ВУЗа, которая осуществляется в модели поддержки ОСИ, это команда трекеров. И мы должны подготовить этих людей к тому, какова их деятельность. И здесь отдельно в толковании. Какие мужики, нам так кажется, вам так кажется. Необходимо прийти к четкому пониманию, что делает трекер. Совершенно верно. Абсолютно верно. На этапе поддержки флаг в руках у трекера. Это я как бы да. Потому что, видите, я даже перечислила все, что делает трекер. Это явно говорит, что мяч на стороне трекера. Конечно. Но не трекера одного. Рядом стоит лидер. Но управляет этим процессом, пока он находится у вас в ВУЗе, конечно, трекер. Но здесь явное согласование. Лидер говорит, проект мой. Ты куда? Здесь должна быть такое четкое понимание. Но трекеров, действительно, трекерскую команду нужно обучать. Нужно учить, нужно совершать, чтобы понимать. В следующем году, коллеги, в следующем году у нас будет разработана трекерская программа для наших коллег, для ОСИ. Я думаю, что мы подключим, если будет запрос с вашей стороны, мы вас подключим. Это запланировано у нас, потому что у нас очень хорошие специалисты, у нас грамотные ребята. Но тем не менее, для того, чтобы технология работала, подготовка трекеров важна и нужна, чтобы они шли в одной идеологии и чтобы они работали по одной методике. Это даже безоговорочно. Но вот здесь я могу вас порадовать, что в следующем году такая программа у нас будет. Давайте пока вы попробуете своими силами. Не будем ждать нашей программы. Мы 8 лет работали без такой программы. У нас были определенные регламенты. Но тем не менее, сегодня мы дозрели, она нам нужна. Время идет, технологии меняются. Мы должны успевать за новым. Поэтому мы пришли к тому, что мы должны. Мы здесь обсуждали и мы их видели. Вы нам пытались показать, что там звание, должность и так далее. Это к эксперту. К эксперту, да. А вот тогда встречный вопрос. А существует ли вот такой пул требований к трекеру? Ну, например, когда вы принимаете на работу менеджера проекта, пул требований какой? Мы функционал, мы прописываем. Ты должен вот это, вот это. Конечно, у него должны быть сквозные компетенции, которые сегодня у нас везде и всюду. Он должен знать английский, он должен владеть технологиями коммуникации, он должен владеть IT-технологиями, он должен владеть проектным управлением, он должен владеть компетенциями командной работы и так далее. Эти сквозные компетенции, да, эти сквозные компетенции софты, они везде. Почему бы попросить перечень ваших требований к трекераму, вы бы приземлили, хотя бы понимали. Компетенция амбассадора. Это так и получается. Ну, не обязательно амбассадора. Но амбассадор это человек, понимаете, человек, который… Компетенция, но вы знаете, сегодня это сквозные компетенции. Любой человек, любой человек, который сегодня встраивается в рынок кадровый, он должен владеть этими компетенциями, а иначе он будет всегда вторым. Это уже больше у него проявляться. Ну, несомненно, несомненно, он должен… Ну, как управленческий опыт? Ну, я думаю, что студенты могли бы справиться с этой задачей. Старшекузники – однозначно. Однозначно. Ну, вот вам виднее, конечно. Мне почему-то кажется, что сегодня студенты как-то взрослее, они на работу уходят с третьего курса, там подрабатывают, то есть они как бы уже включены в производственные процессы. Подрабатываются. Согласна, согласна с вами. Итак, по этапу сопровождения проекта. Коллеги, вот он самый длительный, сейчас все изгодим. Он самый длительный этап. У нас на сопровождение проекта отводится до года время. Но слайд, все уложилось в один слайд. За этим огромная работа. Огромная работа. И я хочу вас предупредить, что не всегда успешно. Коллеги сегодня об этом говорили, но они немножко поскрумничали, хотя я их просто просила, чтобы они все-таки показали свои неуспешные кейсы, для того, чтобы не показать, ах, какие мы хорошие, а для того, чтобы показать, что в работе могут быть и вот такие проблемы. Если упростить немножко ситуацию и вернуться к проекту, правильно ли я все-таки понимаю, что мы имеем дело с некой матрешечной структурой, то есть мы имеем дело с проектом в проекте. То есть сопровождение проекта, есть самостоятельный проект. То есть об этом так и надо говорить. Проект, сопровождение проекта. Спасибо за метафору. Коллеги, если это будет более понятно, ваша задача матрешечная структура. Вы руководите проектом под названием «Поддержка проекта». Вот. Выяснили, да? Это проект, да? Да. Нет, я правильно, потому что… Да. Как оценить результаты поддержки проектов? Тоже непростая задача. Мы, в общем-то, тоже долго шли к этому. Ну, трудно сказать, насколько это эффективно, насколько это значимо, насколько это нужно, достигли мы результата и так далее. Вот смотрите, коллеги, а здесь идет некое такое не то что смешение, но тем не менее. Когда мы реализовали проект, ну, во-первых, мы должны четко сказать, что цель обращения к нам за поддержкой была такова, результат таков. Понятно? Понятно. Просто? Просто. Результат достигнут? Достигнут. При анализе, конечно, вопрос, каким образом вы достигли такого результата? Какие меры поддержки вы использовали? Кто-то скажет, вот две меры поддержки были вот такие, и вот результат отлично, эффективно. Кто-то скажет, я работал год, у меня дорожная карта 25 пунктов. Эксперт должен сказать, ребята, ну, неэффективно. Ну, правда, здесь вот совсем была более короткая дорога. То есть анализ, ну, это понятное дело, он должен быть обязательно. И здесь мы делаем ставку, опять-таки, на экспертов. Мы пошли вот таким путем. Мало того, что мы просто понимаем, вот цель обращения, вот результат. Если это равняется, то да, результат успешный. Но нужно понять, мы работаем, оцениваем по четырем ключам. По трем ключам. Первое. Ключ – это динамика целевых показателей. И по количественным, и по качественным. Проект зашел вот с такими показателями. По результатам поддержки проект дал вот такие показатели. Здесь может быть совершенно разное. Пять человек – 95 человек. Три рубля – 89 рублей. Девяносто четыре студента – 129 студентов. Все, что угодно. Или, допустим, было, значит, два офиса, стало 98 офисов. В одном регионе, в десяти регионах. Ну, это понятная тема. Дальше. Второй ключ. Второй ключ для нас, для нас, он очень важен. Для того, чтобы не оказаться просто инструментом лоббирования отдельного проекта. Для того, чтобы не создавать конкуренцию за счет продвижения отдельного проекта в рыночном сегменте. Мы сегодня вышли на такой результат, что в результате поддержки нашего проекта мы должны получить обязательно системный эффект. Системный эффект, ну как, в нашем понимании изменили закон? Это системный эффект. Мы не можем, реализуя каждый проект, менять законы. Это понятное дело. Но мы можем менять какие-то нормы, которые снимают барьеры для ряда проектов однотипных. Мы можем не менять сами, я говорила, простите меня, пожалуйста. Мы можем выступать инициаторами этих изменений. И мы можем находить те инструменты, которые приведут к тому, и наши действия к тому, чтобы эта нормативка была и заменена. Системный эффект. Он наиболее яркий. Никто не придерется к тому, что это системный эффект. Но это достаточно сложный процесс. Мы и даже агентство, которое имеет такой большой потенциал, агентство, которое располагает такими ресурсами, нам удалось изменить немного законодательства. Ну, я, так как у нас 300 проектов сегодня, мы оказали поддержку, но немного, это я сейчас не буду врать, там, может быть, до 10. Где-то законодательство, где-то нормативка в разных формах. Но это сложный процесс. Мы к системным эффектам, мы предлагаем отнести следующее. Например, тиражирование проекта. Ну, системный эффект. Если проект работал на одном предприятии, стал работать на 10 предприятиях. В одном регионе 85 регионов. Это понятно. Масштабирование проекта. Проект вырос там от одного человека до сообщества 98 тысяч. Сообщество, активное сообщество. То есть если проект вокруг себя собрал активное сообщество и количество людей, вовлеченных в эту деятельность, увлеченных некой там идеей, идеологией, но оно деятельностное, оно само генерирует другие проекты, оно развивает существующий проект, оно активно и в информационном поле, ну и так далее. Оно выступает с гражданскими инициативами, предположим. То есть оно активное, оно работает. И оно сегодня это было вокруг проекта, образовалось, было два человека, когда он к вам зашел. А в результате вашей поддержки вы уже собрали пул людей, которые прям горят, люди, которые делают, люди, которые меняют. Их достаточно много вокруг этого проекта. Это тоже системный эффект. И программы, методология, всевозможные инструментарии методические, технологические и так далее. Это тоже можно отнести к системным явлениям, если можно это передать, если может быть отчуждение вашего продукта, вашего труда кому-то другому, он тоже может этим пользоваться. Вполне возможно. Вы можете мне сейчас подсказать, какие еще системные эффекты могут быть отправлены. Появление новых образовательных программ. Вот они же, да. Да, да, совершенно верно. Утверждение на уровне федеральных стандартных. Ну это вообще прям круто. Это прям вообще круто. Это однозначно, даже бесспорно. Вот. И третий ключ – это благоприятное влияние проекта на целевую аудиторию. Здесь как бы нет итога, ну в смысле он есть, но не обязательно на защите проекта, когда проходит бюро экспертного совета, когда директора представляют результаты, да, как правило, они дают определение, какую же пользу. Мы столько много говорили об этом проекте, столько много сделали, столько много в него вложили ресурсов. Value. Что же этот проект дает целевой аудитории? Насколько это эффективно, насколько это нужно, насколько это востребовано? Вот. Это то, что касается результатов поддержки. Вы можете, опять-таки говорю, придумать свои. Как вам оценить проект? Как эксперты, как вы скажете, да, мы хорошо отработали, мы блестяще отработали. У нас эксперты, не эксперты, у нас лидеры пишут письма, пишут письма на имя генерального директора о том, что, да, они прям довольны тем, что получился такой интересный результат. Это тоже возможно, да, это тоже в нашу копилку. Нам это приятно, если мы хорошо отработали и нас похвалили. Дальше. Что происходит с проектом на этапе мониторинга? Ну, здесь уже, как бы, можно сказать, вольная интерпретация, но, тем не менее, мы не хотим выпускать наши проекты просто так из своего, вот, из своей экосистемы, за границей экосистемы нашей. Вот. Поэтому у нас есть такой подход. Мы один раз квартал, трекеры, которые ввели эти свои проекты, да, они делают либо опрос, либо некий, там, мониторинг, тестирование какое-то, да, для того, чтобы понять, что происходит с проектом, как он развивается, какие у него есть достижения, и в результате мы, то есть это тоже наш проект. И он может, кстати, я говорила, да, он может вернуться к нам в агентство, если вдруг трекер понимает, что возникла проблема, и опять необходима наша поддержка. Он может повторно зайти и претендовать на нашу поддержку. Это тоже допустимо. Ну и отчет. Отчет о нашей деятельности. Мы представляем его на наблюдательном совете. Вот. Мы бы хотели такой отчет, так как мы уже не разделяем ВУЗ отдельно, ОСИ отдельно. Вот. Мы бы хотели такой отчет, конечно, включить в свой отчет. Вот. Поэтому и просьба такая. Ну, я думаю, что возвращаемся опять к органам власти. Тот листочек, с которым вы пойдете к нему. Я думаю, что то, что ляжет на стол губернатора, я думаю, должно его обязательно порадовать. И обязательно он откликнется на ваши просьбы, на ваши желания. Вот. Ну, мы так хотим. Я думаю, что вы тоже этого хотите. Может быть, у нас получится. А вот ответ на те вопросы, которые вы задавали. Вам очень хотелось… Я так услышала, может быть, я не права. Вы хотели отобрать проекты, провести некую экспертизу и отправить их к нам на поддержку, либо там зачем-то еще. Вот. Эту схему вы видели. Она достаточно проста. Что нам здесь интересно? Я, конечно же, скажу, что нам интересна поддержка проекта в оси со стороны вузов. Вам, конечно, интересна верхняя стрелочка. Вот, что мы предлагаем. Первое. Как проект, поданный в вуз, может попасть в целевой отбор оси? Если проект, поступивший в проектный офис, соответствует требованиям, проектам, которые проводятся в рамках целевого отбора в настоящий момент и требуют поддержки на федеральном уровне за счет ресурсового агентства, то лидеру рекомендуют подать заявку в наш целевой отбор. То есть вы такой отбор можете направить его к нам. Ну, если не захотите работать с этим проектом сами. Вдруг у вас прям появятся такие амбициозные желания, вы понимаете, что это очень классный проект, он может быть интересен вам. Вот. Далее. Перед этим вуз проводит экспертизу проекта и ставит ему гриф «рекомендованный вузом». Для нас это будет знак особого внимания к этому проекту, во-первых. Во-вторых, мы уже экспертизу двойную проводить не будем настолько углубленно, насколько мы проводим со всеми остальными проектами. Он минует первый этап оценку проектов. Он переходит сразу на этап формирования дорожной карты и на рабочую группу. Я не думаю, что таких проектов будет много. И опять-таки, да, смотрите, коллеги, у нас есть график целевых отборов. Каждый целевой отбор идет один месяц. Если вы пойдете на то, чтобы ваш график целевых отборов совпадал с нашим, да, здесь без проблем. Мы с вами будем идти в унисон, и здесь мы попадем. Если же у вас будут иные подходы к приему заявок проектов, ну, просто тогда отслеживайте. Попадаются разные рыбки, очень даже неожиданно. Это тоже возможно, да. Если вы его отдаете полностью, то да. Если вы хотите оставить его у себя, да, пожалуйста. Но есть второй заход. Может ли проект вуза получить разовую поддержку оси? Если проект находится на сопровождении в вашем проектном офисе, вы в результате экспертизы работы над проектом, до упаковки, доработки, вы понимаете, да, что вы готовы его поддерживать, вы готовы оказать ему меры поддержки, но есть некая проблема, которая может быть решена только на уровне федеральном. Тогда вы можете обратиться в агентство за получением разовой поддержки для этого проекта. Коммуникация на уровне… Вы пишете письмо в электронной почте. Вот этот момент, как передать, да, как будем обеспечивать коммуникацию между нами и вами, мы проработаем. Пока это может быть в форме письма, да. К тому времени, когда запустятся ваши проектные офисы, может быть, это другая система, электронная система. То есть это уже как бы вопрос второго уровня, но возможность такая в нашей модели предусмотрена, наше взаимодействие. Нет, просто вот это все написано в методичке. Вопрос задавался следующим образом. В анкете написано, готов ли ВУЗ провести первый отбор проектов до конца года. До конца года остается полтора месяца. Что должен успеть проделать ВУЗ, чтобы написать вот здесь ответ «да». ВУЗ должен собрать проектный офис, сформировать экспертный совет, определить схему процесса жизненного цикла проекта, нарисовать ее, определить требования к проекту, определить сегментацию проекта, определить пакет мер поддержки для ваших проектов и объявить отбор. Ну, то есть, грубо говоря, вот все вы будете в первый раз назначенные требования фиксируют в свою локальную формативную марку под названием положение проекта на должности. И что такое объявить первое отбор? Объявить первый отбор – это подготовить форму для приема заявок, подготовить и утвердить в положении требования критерии отбора и меры поддержки. А здесь произведение первое отбор написано? Естественно, 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 да. Нет, подождите. Объявить первый отбор – это когда готова форма, еще раз, готовы меры поддержки, готовы требования к проекту, готовы экспертный совет, подготовлена команда. Вы делаете пиар-компанию и говорите с 10-го, с 12-го ноября. Вы меня поняли, да? Вот это называется запустить. Но смотрите, времени очень мало. Для того, чтобы провести такую работу, времени очень мало. Давайте так. Да, вот Вятка предлагала 3 месяца. Вполне возможно, для кого-то это станет и 3 месяца. Коллеги, давайте мы здесь не будем гнаться за датой. Давайте мы не будем гнаться за выполнением поручения. Я повторюсь, наверное, за Александром. Что нам нужно? Нам нужно от вас четкое осознание и понимание, насколько такая модель может быть реализована на площадке вашего ВУЗа. Буквально по каждому из 34 слайдов, я презентацию вам перешлю, мы перешлем с Таней, она будет у вас. Хотите по методичке, хотите по слайдам. Если вы заметили, она как бы идет в рамках методички. То есть я ничего не стала перегружать у вас какой-то другой информацией, с этой бы разобраться. Вот если вы для себя укладываете этот процесс, если вы для себя определяете основные элементы, и у вас есть ответ на вопрос «как», то следующий вопрос к вам. Когда? И что для этого нужно? Мы сейчас к этому и вернемся. Я думаю, здесь мы как раз таки отработаем это на флипчартах. Итак, в разовую поддержку – да. Третье. Как проект из оси могут попасть в проектный офис? То есть мы тоже к вам хотим. Если проект, поступивший в агентство, не соответствует требованиям целевого отбора, но наши эксперты определяют у него серьезный региональный потенциал, потенциал для реализации в регионе, тем более мы знаем, из какого региона зашел в нам проект, то мы рекомендуем вам, направляем вам этот проект для того, чтобы вы его посмотрели и запустили в свои отборы. Если он для вас интересен, если вы готовы его поддержать и видите в нем потенциал, потенциал, да, мы будем очень рады передать вам этот проект. Да. Конечно. Конечно. В любом случае, каждый проект, постановка у нас в агентстве такая. Каждый проект, который заходит в агентство, в обязательном порядке должен получить некую поддержку. Это могут быть рекомендации, это могут быть акселевационные программы, это может быть навигация по сервисам, это может быть все штук, те же самые кипятильники. Мы на кипятильники вызываем все проекты, которые зашли, да, они получают некий акселерационный трек. Ну, прям вот, пожалуйста, ради бога. Но они не проходят. Но поддержка, поддержка. Более того, эффективность вот этих кипятильников вообще прям уникальна. Мы технологии обязательно вам передадим. Очень уникальная. После вот такого двухдневного, однодневного погружения многие сами говорят, я не готов, но спасибо вам, я знаю, что я буду делать завтра. Причем очень многое, очень многие это говорят. Эффективная тема, да, мы оказываем меры поддержки в принципе всем. Поэтому если проект, мы понимаем, что он от нас уходит, и вы его тоже не берете, да, он получил тот потенциал, который, в общем-то, мы могли ему предоставить. Можно проекционный вопрос? Да. Мы все знаем, что продвинутые регионы лет пять, наверное, работают с ОСИ, менее продвинутые зашли совсем недавно. Во всей вертикали власти у нас проектное управление. Да, в России. Почему вы не надеетесь на проектные офисы правительства или каких-то других структур, органов исполнительной власти, а надеетесь, что через университеты вот этот новый пункт проекта пойдет, Василия? Хороший вопрос, особенно из-за городских, из-за городских. Там Василий присутствует. Прямо на языке крутится. Так, с какой стороны начать? Значит, во-первых, наверное, скажем так, у органов власти несколько иная задача. То есть они наши управленцы, стратеги и так далее. Более того, ну так получается, да, что мы создаем структуру, которая снимает те барьеры, которые те же органы власти, в принципе, и как бы, ну не то, что создают, но определенные документы, какие-то бюрократические вещи, какие-то проволочки, какие-то неустаревшие законы, нормы, да, а мы с вами, в общем-то, сейчас вызвались все это изменить. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, у власти достаточно много ресурсов для того, чтобы нам помочь, если мы берем на себя эту задачу. Вот здесь, конечно, опять-таки, наверное, нагрублю, скажу, наша задача их раскрутить и от них получить тот ресурс, при помощи которого эта модель может быть эффективной. Поэтому органы власти, конечно же, мы должны использовать, привлекать, привлекать, сотрудничать с ними. И если у вас получится это, то это будет, конечно, здорово. Но и потом, у них же, у органов власти есть определенные там свои какие-то институты развития, которые при них, центры всевозможные, ведомственные учреждения, да, и, насколько я знаю, причем в этих центрах и учреждениях есть какие-то акселераторы, есть какие-то организации, структуры, программы, которые также помогают, но они более так масштабны, нежели чем каким-то штучным проектом. Есть, которые работают и со штучными проектами, я тоже это знаю. То есть они напрямую сами, это не их функционал, потому что они другими вещами занимаются, но использовать их ресурс – это наша задача. И поэтому вот таким образом создается модель и формируется она. И я возвращаюсь к началу нашего разговора и говорю, коллеги, если вы не ответите «да» на вопрос, есть ли у вас взаимодействие с органами власти, но модель… Ну, давайте так, поставим многоточие. Знаете, все, что мы делаем здесь в агентстве, это очень нелегко. И не все получается. В этом смысле вузам, наверное, нужна помощь как раз-таки сверху, в том числе от оси, для того, чтобы регион по-другому посмотрел на вузу. А не на каких-то вузах? Ну, как будто переворачиваются. Барьеры, которые мешают вузу, приземлили эту модель. Либо ваши просьбы, либо предложения… Давайте барьеры, которые нам мешают, оттуда уже будут идти предложения. Либо другими словами, что может помешать реализовать модель на вашей площадке? Что конкретно? Да, Тань, ставим. НПБ, НПБ, двоеточие. Использование имущественного комплекса. Да, 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 я поняла. Список большой. Сдала. Налоговый кодекс. А вы знаете что? Давайте посмотрим, чтобы предметно разговаривать, потому что мы этот барьер обозначили в самом начале. Давайте прямо вот конкретно. Вы готовы нам в чат сбросить? Бесполезно. Мы посмотрим. Так, коллеги, итак, пункт два. Пожалуйста. Извините, коллеги, еще раз. Получается, ну, определенная доля скепсиса со стороны органов исполнительной власти, насколько все те проекты, которые придут в университет, будут ли сами они из университета или будут любыми другими лицами инициированы. В том числе могут даже сложиться ситуации, часть сотрудников, относящихся к тем же органам исполнительной власти, может вызвать скепсис у другой части органов исполнительной власти, насколько они будут реализованы. И с учетом большой активности сейчас обсуждения населения в любых соцсетях, те или иные инициативы могут быть достаточно сложно реализованы. Неуверенность в том, что органы власти могут нас поддержать. Скепсис со стороны органов власти. Еще один барьер – это консерватизм ВУЗа. Консерватизм ВУЗа. Третье – консерватизм ВУЗа. Потому что предполагается очень масштабная поддержка, и по-хорошему надо включать большинство структур ВУЗа, не только студентов, преподавателей, но и административную структуру. В этом плане очень серьезная нагрузка на ВУЗ со стороны и нашего учредителя, и тех же самых региональных органов исполнительной власти. Иногда кажется, что отдельные инициативные товарищи в ВУЗе напоминают, знаете, много веревочек от него идет. Все прекрасно перебать. Понятно. Так, консерватизм ВУЗа. Ну вот то, что я начала, я, может быть, продолжу. Иногда региону проще создать структуру подведомственную, которую он может финансировать, чем финансировать проекты, которые заходят в ВУЗ. Я бы так сказала. Во всяком случае, мы с таким сталкивались. Мы начинаем заниматься соцпредпринимательством активно, формируем сообщества, появляются проекты, задача ставится агентству городского развития, и он, по сути, эту тему перехватывает. А им так проще. Здесь, понимаете, по-моему, здесь то, что мы говорили, это разные KPI и разные мандаты. Мандат ВУЗа не совпадает с мандатом, допустим, местного муниципалитета. То есть они могут формально повторяться, но юридически и содержательно они будут расходиться. И отчетность отсюда разная совершенно идет. Они вынуждены работать по своей системе отчетности. Почему социальное предпринимательство? Потому что центр стратегических инициатив в социальной сфере создается, и отсюда надо работать. На уровне региона. Он не может быть в ВУЗе созданным. Правильно мы можем сказать, что органы власти не доверяют ВУЗу? Нет, не так? Отлично. Ведомственная рассогласованность ВУЗа и органы власти. Это не актуально для других регионов, но я, например, знаю у нас. Было бы здорово, если на сайте ОСИ появилась закладка о регионы соглашения и ответственные от региона во взаимодействии с ОСИ. Потому что у нас, например, есть такой уполномоченный от региона, но он занимается, скажем, чисто экономическим блоком. И вот темы, которые, например, социальные или образовательные, это ведомство другого зама, губернатора. И у них межведомственная внутри правительства, скажем так, рассогласованность или невзаимодействие, оно на самом деле мешает нормально с кем-то выстраивать взаимоотношения. То есть формально зам губернатора есть, который отвечает за взаимодействие с ОСИ. Но дальше по департаментам это расползается, и вот междепартаментами это вообще беда. Значит, приходим на колонку, на замминистра, курирующую, а он курирует только определенный блок. Вот экономику, все. Этот социально-образовательный и так далее блок, он не курирует. И в этом смысле к нему обращаться за поддержкой, ему почти бессмысленно. А можно точечно, мы понимаем, да, адресно, вернее, адресно к кому-то обращаться. Так, вот я почему вернулась к этому слайду. Вы сказали, что в регионе кому можно обратиться, то, что касается ОСИ, и вот информацию о… с кем можно коммуницировать. Во-первых, смотрите, коллеги, вот здесь, в центре экосистемы, общественные представители в 85 регионах. Если вы знаете, сейчас идет отбор у нас. Да, да, да. Вы, во-первых, эти контакты будут обязательно на сайте агентства. Вот вы письмо направили на имя губернатора об этих самых общественных представителях. Просто расскажем, что это происходит. Оно пришло к нам в блоге. Вы создаете общественных представителей? Мы едем, едем, главное. Не-не-не, понимаете, вот как спустил. Губернатор спустил на зам губернатора, зам губернатора на начальника департамента, начальник департамента вы застал? Мне так кажется, что мы это фиксируем. Тань, межведомственное взаимодействие на уровне органов власти. Но я вот здесь боюсь, что мы навряд ли сможем повлиять на это. Но тем не менее, как барьер мы фиксируем. Да, мы фиксируем. Рядка загрустила. Нет, почему, обрадовался уже опять. Коллеги, еще одно предложение. Это конкуренция с Раивами за, давайте назовем, за хорошие результаты. Ну, поясню смысл. Вот как только мы стали, ну и опорно университет и прочее, предлагать в какой-то момент правительству, что еще можно сделать, у них срабатывают воспоминания о своих кипяях и включается тормоз на поддержку определенных инициатив, не потому что они видят ее бессмысленной, потому что это будет ответ на вопрос, где вы были в этот момент, когда там ВУЗ на территории это пытался делать. Вариант способа решения – это подкрутить кипя и губернатора, чтобы там была тема коммуникации, например, реализация чего-то в содружестве с ВУЗом, и тогда у них снимается позиция конкуренции. Потому что если мы сейчас, согласен с коллегами из Череповца, у нас это же самое было, кто там только и написал, местное министерство образования и молодежной политики и спорта, про то, что мы тоже должны поучаствовать в конкурсе на отборе общественных представителей России. Ну, наряду с вами, разумеется. Поэтому точки зрения нормативных барьеров, подкрутить показатели, чтобы они видели в нас не конкурентов, а партнеров, помогающих им их показатель увеличить, вот тогда тема пойдет гораздо интереснее. Включить в KPI вузов, в KPI органов власти, губернаторов конкретно. Вы уже сразу решение предлагаете. Мы же начали с проблем. Да, да, да. Видите, мне эта тема очень понравилась. Видите, как я перешагнула. Поэтому, Таня, сейчас мы переформулируем. Проблема – это конкуренция с Раивами за результат. Конкуренция с Раивами? Конкуренция вузов с Раивами, Раив с вузами за результаты. И в скобочках уже есть предложение. Здесь же автоматически повышение веса представителей Асии регионов, чтобы он был не просто человеком, который передает бумажку, а имел возможность высказывать и отстаивать позицию вузов. Общественные представители, которые приезжают. Да, это я поняла. Они будут наделены этими полномочиями. Вот сейчас как раз идет эта компания, сейчас идет отбор, они сформируются. Да, с ними будет проведена подготовка, работа. Да, они у них будет перечень их задач. Несомненно, все, что мы сейчас делаем с вузами, все наши совместные проекты, они будут у них как бы вот в их общей карте их действий. У нас с ними будет, надо, чтобы он доживает все. Это мы услышали, да, 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 это мы услышали. А это мы не будем, а противоположные. Так, еще. Почему мы посмотрим только на внешний барьер? Достаточно барьера внутри университета, для этого можно просто посмотреть проекты в поддержанных Асии и какое количество из них были сгенерированы и созданы в университете. Правильно? Там их копейки изменили. Боюсь, что, ну, я бы сейчас помню в воде. Да, да. То есть университеты, если честно, не способны создавать хорошие проекты, отвечающие критериям Агентства стратегических инициатив. Я так понимаю, что здесь был вот контрабортизм в музыке, да? Здесь можно расписывать их достаточно много. Это объективно высокая нагрузка преподавателей, когда им просто не хватает времени этим заниматься. И какие-то внутренние барьеры, ну, консервативные, ну, мы все консерваторы, и занимаем удобную и комфортную позицию, пока не начнет петь, жечь там, или не возникнет мотивации изменить. То есть здесь что-то другое. Здесь в университете просто это не работает. И это очень серьезная ситуация. Барьеры, конечно, надо там идентифицировать. Я уже могу понять, это та задача, когда вы сказали вначале, что ПУС все-таки не готов сегодня открывать свои основательные границы для того, чтобы допустить туда социально-экономическую повестку региона. Это еще отдельный барьер. То есть недоразвитая третья миссия. Недоразвитая? Это поддержка проекта. Но генерить проекты. Генерить проекты, которые могут быть представлены в оси для тиражирования. Ну, так-то уж не надо. Генерить-то мы, конечно, можем проекты. Ну, это немножко не в нашей модели. Это уже как-то, естественно, внутренние проблемы будут. Так. Извините, как мы можем поддерживать то, что сами не делаете? Нет, надо этот вектор заканчивать. Это мы сейчас так и поговорим. Вы знаете, а вот мы бы, например, не поддержали коллегу. Вот единственное, что сейчас слушаю, вот у меня точно, наверное, возникло какое-то, что нужно где-то отметить. Дело в том, что те, кто занимаются проектами, проектные офисы и вообще структуры, которые как-то причастны к этому в вузах, мы все знаем институты поддержки, куда надо постучаться. Вот, наверное, была достаточно слабая информационная кампания по поводу того, что оси – это тоже ресурс. Вот это да, вот с этим надо еще поработать. То есть мы все знаем, куда идти с научным проектом, куда идти с коммерческим проектом, куда идти с социальным проектом. Совершенно понятно, что есть механизмы через НКО и так далее. Понимаете? Это мы все уже знаем. А вот это, то, что оси – это тоже ресурс поддержки, вот здесь, наверное, мы этот вариант слабо использовали. Не совсем это барьер, но, наверное, нужно просто более, так сказать, масштабная информационная кампания для того, чтобы не только, ну, чтобы люди знали о том, что это тоже структура поддержки. Слабая информированность о возможностях оси в рамках поддержки проектов. Да. Смотрите, вот у нас все-таки есть разница задачи глобального развития в университетах. Да, это международное обязательно. Ну вот, пиктограмма справа, в принципе, отражает, да? И задачи региональной власти. Если мы посмотрим по результатам исследований, средняя российская статистика у нас показывает, что 30% выпускников школ уезжают в другие регионы. То есть 30% приехало, то, что осталось на месте, вот почему решение задачи глобальных университетов остается часть свободно генерирующих, так скажем, проекты студентов, да, им сочувствующих, которые смогут генерировать проекты соответствующего качества, да? Отсюда как бы и не очень высокое давление со стороны местных властей получается. То есть, как бы, такой кругов противоречий, исходишь в день, и вот как-то, так сказать, надо разобраться. Вы сейчас говорили только о недавиении части проектов вузовских? Да. А, поэтому мы не понимаем, правда, в нашей модели, работать с региональными проектами лидерского сообщества регионального, не только вузовского. Вот в этом-то и может быть зацепка органов власти. Мы же не спросили, товарищ генератор, да какие проекты для того, чтобы регион был звучал? Он говорит, мне нужны IT-разработки. А можно дать пояснение, вот, потому что коллега говорит, вот, я его назвала скепсисом, это потом пересекалось очень многое с чем-то, что говорили. Я хотела сказать о чем, вот, допустим, для своего университета, в Рядской городской университете, у нас получается, каким образом? Мы также, как мы все выезжаем, кто у нас остался в Дальневосточном федеральном уровне? В лучшем случае 20-30% от выпускников в школы и плюс СПО. Значит, с других регионов к нам приезжают, и вот мы вместе делаем проекты для того, чтобы ВУЗ остался дальше, нам надо выйти за пределы региональной повестки. А мы, когда выходим за пределы этой региональной повестки, она не совпадает с тем, что сидит в КПАе у гибернатора нашего. И вроде как он говорит, да, вы ВУЗ развиваетесь, мы понимаем, что численность ВУЗа это уже почти промышленное предприятие, и вы нам в добавленной стоимости в лавом региональном продукте региона много чего даете. Но вы на федеральных деньгах? Вот вы и сами. Пожалуйста. Я просто уже представляю, мы когда запустим по оси, это пойдут все ресурсы университета. Кадровые, финансовые и все остальные. От региона чаще всего мы получим в лучшем случае письмо, что они за что-то там согласны, и какие-то, может быть, отдельные проекты, которые будут касаться только региона, они, возможно, получат какую-то поддержку ту или иную. И вот здесь вот то, что коллеги из Волгограда говорили по поводу того, что оси как ресурс с федеральной точки зрения, вот для этой модели ее тиражирование, наверное, были бы интересны. Но это не только показатели взаимодействия губернатора со своими региональными университетами. Наверное, так. Ну да, я услышала вас. Региональная повестка дня неактуальна. Микрофон. Ну, в первую очередь мы говорим о национальном рейтинге, а потом мы говорим уже о дуинг-бизнесе. По-моему, министр обозначил четкую позицию, что как бы все вузы должны быть узнаваемы в мировом пространстве. Да, глобальная повестка существует, это несомненно. Я хочу вам сказать, вернее, я хочу уточнить. Вы хотите сказать, что эта модель, которую мы предлагаем, она решает совершенно маленькую задачку во всех вашем целеполагании развития вуза, правильно? Так, как же мы, как проблему обозначим? Незначимость модели для развития экосистемы вуза. Не совсем так. Незначимость модели для решения задач вуза. Я вас услышала в тот момент, когда вы сказали о том, что вы готовы работать и с соседними регионами для того, чтобы получить как можно больше проектов, качественных проектов, правильно? Но при этом региональная власть говорит, а меня как бы проекты из соседнего региона интересуют в меньшей степени. Это я поняла вас. Назвать это незначимостью нельзя, потому что на самом деле внутри барьеры в университете тоже присутствуют, и они достаточно большие. Тем более отток присутствует же не только со стороны абитуриентов, со стороны профессорско-преподавательского состава и научных работников, но он тоже достаточно большой. Поэтому кадровый голод в университетах присутствует. Кадровый голод в университетах? Нет, и поэтому назвать ее незначимым для университета. И, наверное, пиши. Незначимый для университета нельзя. Просто как предложение в дополнительных, что это не надо зацикливаться, может, только на одном регионе и взаимодействие органов исполнительной власти со вузами своего региона в повестке оси. То есть это должно быть немножко шире. Можно перевести так, чтобы проще было. Недостаточное количество интересных реализуемых проектов на территории региона, что требует выхода с этой моделью на более масштабный уровень. Ну, я тоже так понимаю, что в отдельных случаях. Ну, вот как бы обобщить эту... ...регионам с миллионом населения и соответствующей емкостью рынка, масса по стране. Миллион населения, емкость рынка, все определено, соответствующий спрос, предложение, наличие коммуникации, транспортной доступности, все уже, ну, там бессмысленно вообще о чем-то разговаривать дальше уже. Их же у нас, ну, давайте так, от Челябинска и дальше, да? До конца всей страны. Знаете, я даже хочу сказать вам следующее. Секунду, я вижу вас. Я хочу сказать вам следующее. Я не привела этот слайд. Когда мы сделали... Я сделала статистику, выгрузку по всем проектам, которые к нам зашли за 8 лет, их порядка 5000, только в первый год их поступило около 2000. Так вот, динамика в графике, это выглядело следующим образом. Первый столбик, самый высокий, там порядка 80% Москва, Московская область, Питер, Екатеринбург, Новосибирск. Ну, а дальше уже пошло там по 2-4-5-10%. Поэтому то, о чем вы говорите, мне очень понятно. То есть эта картина, она и в агентстве, но видите, мы это работаем на всю Российскую Федерацию, да? А вы говорите, что проблема возникает с тем, что вот некий такой конфликт интересов региональных органов власти, что ли, да? И ваших. Я попробую объяснить. Смотрите, ну, у нас опорные университеты где? После Урала это только, ну, буквально там точно. Научно-исследовательские университеты тоже точечно за Уралом. Я, может быть, ну, как бы известные всем достаточно вещи сейчас говорю, но это на самом деле так. И население у нас где? Тоже там. Так же? Но вузы-то существуют, и для многих регионов на самом деле, ну, это как вот сейчас очень много слезных статей такого характера есть. Есть школа, есть село. Ну, вот для региона есть вузы, есть регион. То есть какая-то часть населения задерживается. Но, тем не менее, вузы же должны развиваться, потому что в той финансовой повестке, которая у нас есть, у нас там все тяжело. И поэтому выйти за пределы региона, это даже вопрос выживания университета. Я поняла, я услышала вас. Я просто не могу сейчас обозначить эту проблему, что, ну, поэтому я и говорю, конфликт вашего интереса выйти за регион с органами власти, которые не совсем охотно готовы вас поддерживать, если вы поддерживаете другие проекты. А здесь есть не согласованность стратегии развития. А мы уже сказали, что сначала это было по ведомствам, да, управления. Сейчас, секунду. Ведомственная разобщенность вуза и органов власти. Сюда можно, наверное, добавить как раз-таки разные цели полаганий, там, либо решение задач вузов и органов власти. Но это очень топорно, наверное. Как вариация, несогласованность стратегии развития вуза. Вот, несогласованность стратегии. К первому слайду, если мы вернемся, да, я как раз-таки и говорила, что самое главное – это получить поддержку, получить запрос. То есть вот здесь вот и должны быть точки пересечения. Их нужно, если их нет, то их нужно обязательно найти. То есть регион должен понимать, что то, что вы собираетесь делать, то, что вы будете делать, это нужно региону. Да, вот этот ход, конечно, должен быть. Я неспроста об этом говорила. А вот здесь, может быть, тоже поставить регион губернатора? И чтобы показать, насколько ему это важно тоже. А, вы имеете в виду, что важно это для… Ну, это мы, как бы, наверное, обозначили. Смотрите, во-первых, ведомственная разобщенность вуза и региона – это раз. То, что совершенно разные задачи, нет единой стратегии развития вуза. То есть вуз, а вуз, разве не включен в стратегию, нигде не прописан в региональной стратегии? Она не работает, да? Не работает. Не работает. Да, пожалуйста. Я, может быть, другой аспект той же демографической проблемы, которая есть, про риски. И, может быть, даже не столько по модели конкретной, а, в принципе, о деятельности ОСИ. Очень много сейчас появляется возможностей для молодежи, участвуя в проектах ОСИ, выкладывая свои идеи и так далее, получить поддержку в крупных компаниях и так далее, и так далее. И это еще один путь утекания лучших из региона. Вообще-то, как бы, высасывание, оно и так очень мощно идет. И, с одной стороны, мы даем возможности заявить о себе по разным решениям на разных платформах ОСИ. С другой стороны, опять-таки, существует канал дополнительного перемещения из региона в крупные компании, столичные и так далее. И в этом смысле мы в этом не заинтересованы точно. Но зато мы заинтересованы в том, чтобы вы создали на своих площадках прецедент и сказали ОСИ, а мы с тобой соперничаем. А вот смотрите, вот продолжать поддержать то, что сказал коллега. Здесь вот третья позиция, вот не хотели бы рассмотреть действительно, что модель ОСИ при поддержке проектов для вузов, для ОСИ, для регионов. Вот если третьим сюда прямоугольничек добавить. Да, это несомненно. Посмотрите, если вы видели, что региональные органы власти прошли сквозняком по всей презентации, мы без них никуда прям ни разу. Да, мы можем добавить сюда. Просто да, мы сейчас с вами как бы говорили. Вот смотрите, вот ваш комментарий как раз-таки подтверждение того, что модель, пожалуй, будет сложно реализовать, если не будет поддержки органов власти. Это как предложение. Здесь, ну получается, я так понимаю, что разные ситуации у вузов с городами. У нас в Севастополе наш университет является таким как бы основным локомотивом. Поэтому здесь вот я бы не то чтобы сделал бы еще одно, а я бы объединил бы вуз и регион. То есть если мы говорим, что мы собираем проекты не только из вуза, но и из города. Ну и в частности там, да, как у нас как бы из региона. Поэтому если у нас вот это одна часть, да, поэтому для вузов плюс регион. Да, я вас поняла. В принципе, это идеология была заложена. Единственное, что я как бы не прописала это, что вуз плюс регион. Но это прям вот оно рядом. Я на этом обращала внимание. Может быть тогда подумать, знаете, о чем? О том, чтобы изначально говорить о сообществе субъектов развития, в рамках которого, чтобы у нас была общая миссия. И тогда, может быть, у нас будет выстраивать, как по старой пословице, да, любовь не тогда, когда двое смотрят друг на друга, когда смотрят в одну сторону. И в этом плане как раз для нас в известном плане те, может быть, нацпроекты и прочие-прочие вещи, которые прописываются, да. Например, мы можем говорить о том, что российская нация как единый субъект развития, где губернаторы, университетское сообщество и так далее являются именно как раз субъектами развития. И тогда мы снимаем ряд вопросов, связанные, а, и с консервативностью вузу. Значит, мы, в принципе, сразу будем говорить о ритмах и темпах подключения каждого субъекта к той форме. И, может быть, мы будем разрабатывать различного рода как раз именно стратегии, на какой мере, до какой части, кто идет и так далее, вот эти распределения. То есть нам необходимо, может быть, делать что-то вроде сообщества субъектов развития, где как раз оси выступает, ну, как бы флагманом, модератором, флагманом, ну, то есть со всеми вот этими вот моментами, извините. Нет, совершенно верно. Это опять хочу вернуть нас к верхней схеме. Вот она. Это оно здесь. Это оно здесь. Сегодня, в этом году было создано в направлении еще одно направление. Четвертое — это сетевое развитие. Направление сетевого развития. Вот как раз-таки мы сейчас решаем эти задачи для того, чтобы сформировать огромное количество, объединить еще большее количество людей, которые будут отвечать там каким-то, будут входить в разные сообщества. В том числе мы с вами, может быть, являемся родоначальниками сообщества вузов, вузовского сообщества, которые хотят реализовать и поддерживать проекты в регионе. Вот. Да, совершенно верный заход, и он у нас в агентстве сейчас как раз-таки и развивается. Вот. И поэтому получилась вот такая картина, где мы действительно хотим собрать и все ресурсы, и всех желающих, и как можно больше. Самая главная задача, да, я говорила вам в начале, да, самая наша главная задача — это все-таки поддержка лидеров, которые могут производить, которые могут своими проектами менять, изменять, а мы должны предоставить им эти условия и возможности. Да. Все-таки возвращаясь к тому, что там, где был вуз, где была ОСИ, я бы не стал обвинять, почему, потому что нужно добавить ценность для губернатора, почему это нужно делать. Нужно сделать отдельно, абсолютно. Причем губернатор должен понимать, что с помощью вот этой поддержки ОСИ или проектного офиса на базе университета, он может привлекать ресурсы госкорпорации на территорию региона, для того, чтобы вот этот проект прижился на территории региона. Потому что здесь вот в противном случае возникает конкуренция не только за то, чтобы перетащить проект, ну какая-то корпорация может утащить проект, если регион другой может утащить проект, и губернатор не заинтересован абсолютно будет, если он, это все условно, в каком-то магазине там практик будет. Одно дело, магазин практик мы понимаем, это тиражируемое решение, но если проект будет вывешен где-то, и понятное дело, что за него могут конкурировать все, то губернатору условно, он может оказаться в неравных условиях по сравнению с ведущими регионами или с ведущими корпорациями. То есть вот эту ценность для губернатора ему нужно, надеюсь, показать, потому что иначе будет сложно объяснять представителям органов власти, для чего им это нужно. Да, мы отметили модель, пока нет ценности для губернатора, он не понимает, какой он может иметь от этого для себя бонусы и преференции. Да, мы обозначили это. Коллеги, ну что, я вижу, что барьеров даже более, чем хотелось бы, они существуют, и я думаю, что вы можете назвать еще их множество. Но нам пора завершать нашу дискуссию, у нас не получилось сегодня практической работы, хотя я думаю, мы настолько практически отработали, но все-таки финалом нашей встречи должна быть от вас обратная связь. Я хочу сейчас пригласить каждого представителя, от каждого вуза вернее, для того, чтобы вы на флипчарте буквально вот очень быстро, в течение одной-двух минут зафиксировали свою сегодняшнюю позицию. Следующим образом, вуз такой-то готов реализовать проект при условии, без условий, или вуз такой-то не готов реализовать проект, и когда вы готовы запустить модель? Кто самый первый? Пожалуйста, сейчас, Севастополь. Две минуты. Тайминг, две минуты. Хорошо, конечно. Флипчарт. Ага. Значит, добрый вечер еще раз всем. Значит, ННГУ имени Лобачевского. Можно без этого. Значит, да, мы готовы реализовывать. То есть здесь ставим «да». Значит, как? Первый, мы будем делать отбор проектов уже на Всероссийском фестивале инновационных молодежных идей, и на «Фест». То есть это дата проведения 10-12 декабря. Значит, сейчас мы пока заявили пять номинаций. Социальное предпринимательство, HealthNet, Neuronet, Big Data, по-моему, если у меня память не изменяет. И мы хотим взять еще Маринет. Хорошо, давайте так. НТИ. И социальное предпринимательство. Но еще в рамках у нас 12-го числа будет финал конкурса «Инноград». Там тоже будет происходить отбор проектов. Он конкретно 12-го, 12-го. А дальше вот мы попросим, наверное, ОСИ о поддержке. Но мы хотели бы с вами списаться, переговорить по поводу, по каким критериям. То есть вы бы хотели, чтобы мы оценивали проекты. То есть что бы вас интересовало? То есть у нас есть свои, но может быть что-то заинтересует вас. Да, то, что касается социалки, однозначно, да, мы зафиксируем. А то, что касается НТИ, мы вас… Но можно взять ваши технологические инновации, когда девушка первая выступала. Можно взять их назвать. Может быть, да, да, да. Я согласна с вами. Скажите, пожалуйста, готовы ли вы запустить проектный офис и когда? Именно вот в той рамке, которую предложили мы. Я думаю, что сейчас мы приедем, переговорим непосредственно с руководителем проектного офиса и готовы будем вам в течение двух дней ответить на почту. Что скажете своему руководителю, вернувшись? Ну, я думаю, что здесь, наверное, принципиальное решение, скорее всего, принято, что да, будет. В принципе, у нас это уже есть. Просто этот отдел называется непроектным офисом. То есть часть отдела, она как бы, часть проектного офиса, она уже работает. Именно в той структуре, потому что вот после того, как мы их отобрали, мы их приглашаем на программу инновационное предпринимательство, повышение квалификации, то есть профессиональная переподготовка. Вот там мы уже оказываем сопровождение проекта. Там встречи с экспертами, консультации, там приглашенные спикеры, то есть читают, не преподаватели вуза. Тогда так. Конкретный последний вопрос. Когда будет готова дорожная карта по запуску вот этой модели? А мы вам отправили ее. Она будет редактироваться? Ну, месяц, да. В течение месяца мы… Ставьте. То есть дорожная карта месяц, да? Да, ДК месяц. И подпись. Это здорово. Все. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Так, Севастополь. Вы снимите, пожалуйста, прям складывайте на пол. Вот листочек. Да, листочек снимайте и… Спасибо большое. До встречи. Не могу я ННГУ положить на пол. Коллеги, смотрите, ну как бы вот сейчас нам надо от каждого университета говорить. Я думаю, каждый будет выходить и говорить да, да, да. То есть или как. Я про то, что мы приехали со всей страны, да, то есть вот, да. Я бы, знаете, что хотел вначале сказать, извините, да, я чуть как бы растяну историю, да. Что бы я хотел вообще услышать здесь, что я ждал от этого мероприятия изначально, да. Я бы хотел очень сократить нашу часть до обеда. Имеется в виду то, что мы прослушали до обеда. Я думаю, все это прекрасно слышали. Можно было бы потратить бы время на более полезное какое-то обсуждение наших трудностей, обсуждение опыта и чего-то еще, да, то есть какие-то детализации. Потому что все, что было, оно мы слышали уже тысячу раз, да, поддерживаем, идем, работаем, да. Но надо понять, что. Что тогда хотелось бы услышать в следующий раз, да, когда, я думаю, мы встречаемся еще, да. Смотрите, получается, вы представили нам такую как бы карту, но она обобщенная обо всем и ни о чем. То есть, да, подняли флаг, бежим. Вот, в данной ситуации каждый вуз, вернувшись домой, берет, начинает думать, как же это реализовать. И, по сути, каждый заново протаптывает свою тропинку. Начинает спотыкаться какие-то камни, о которых, может быть, уже спотыкался. То есть я о том, что необходимо вот по точкам кипения, по проектным офисам, да, если вы это ведете, имеется в виду оси, да, собрать какое-то, вот, не знаю, там, камни преткновения, как люди это там, как это спотыкались, как это обходили, да. То есть понятно, что это будет не методика, это будет рекомендация, да. Вот вы можете сделать так. Те же самые документы, соглашения, да. К чему мы будем брать и заново их придумать, когда они там где-то уже проработаны и есть. Та же самая форма для анкет, та же самая еще что-то, да. То есть вот, то есть я понимаю, что университеты являются неким инструментом для достижения ваших там целей, кипяя, там, вот, то есть это все отлично, потому что в итоге у нас общая цель развития там инфраструктуры и всего остального проектов вот в государстве. Давайте это сделаем, давайте сделаем какой-то инструмент для этого развития. Потому что вот методички, ну, я говорю еще раз, хорошо все представлено, да, но оно очень обширно, то есть я бы где-то вот начинал детализировать и выстраивать какие-то рекомендации, уже опираясь на опыт вузов, которые есть. Ну, наверное, да, я вас услышала, только мне показалось, нам показалось, да, что мы даем вам рамку, ну, достаточно детально разжевали, но мы оговорились, мы не знаем ваших подводных камней, почему сегодня слайд возник, барьеры. Мы о них, в общем-то, догадывались, но мы не знаем. Поэтому, да, вы можете, переработав информацию, которую сегодня получили, задать нам навстречу те вопросы, какие у вас возникли. Вот я прошу нарисовать вас сейчас всех создать, создать, разработать дорожную карту. То есть как вы будете запускать эту модель. И вот тут, наверное, у вас возникнут проблемы, да? Я правильно понимаю? Правильно услышала? Кадровая, финансовая и всего остального, да, поэтому сейчас мы эту историю запускаем, но мы ее запускаем не как отдельная структура в университете, потому что мы понимаем, что создав структуру, туда человек пять, исходя из проекта, должен взять. Естественно, в нынешних условиях мы этого просто не сделаем. Поэтому мы будем напрягаться, выпрыгивать там из штанов, да, но пытаться запустить некую историю, похожую на проектный офис, с использованием существующих сотрудников. Вот. А когда мы уже увидим, да, пошел поток, вот, да, и нам, и мы уже не справляемся, если у нас есть конкретные результаты, которые мы можем показать правительству, оси, министерству, тогда уже можно говорить о том, что, да, вы знаете, пора создавать структуру, брать туда новых пять человек, отправлять их на трекинги и все остальное. Вот. Я думаю, так мы будем действовать. Хорошо. То есть вы занимаете выжидательную позицию, когда… Мы действуем. Мы действуем. Но написать вот здесь, что мы приедем и скажем ректору, что надо создавать там структуру проектного офиса из пяти человек, я это сказать могу, да, то есть вот, но я понимаю, что сейчас это сделать мало реально. Но мы понимаем, что эта история нужна, без нее никак, без нее мы не будем развиваться так, как это хотелось бы, да, поэтому мы это дело ведем, но ведем, с использованием сотрудников, которые сейчас есть, не выводя их в отдельную структуру. Я поняла вас. Я поняла вас. Да, у нас будет дорожная карта, да, то есть у нас будут определенные шаги, будут прописаны мероприятия, положения, да, но не как отдельная структура, пока что, да. Это ваш выбор. Да, ну это я просто… Да, это ваш выбор. Листочек остался белым. Хорошо. Ну что, я сказал, да. Хорошо. Мы делаем. Спасибо. Спасибо. Да, вятка. Тут надо быть аккуратным, да. Коллега, я отвечаю на поставленные вопросы. Итак, первый вопрос, проектный офис. Ну, мы отвечаем, что это сегодня есть в настоящем времени. И, собственно, те вопросы, которые я задавал, и те, которые мы получали, да, действительно, мы видим проблемы, но при этом понимаем, что у нас больше сделано, чем не сделано. Следующая позиция – это актуализация экспертного состава. Актуализация, потому что сегодня он существует. После услышанного немножко пересмотрим. Для себя мы об этом говорим о 29 ноября. Далее 12 схема взаимодействия с общественными представителями ОСИ. Но если все сложится, и 5 декабря мы их отберем, то себе мы понимаем, что как минимум двое-трое будут сотрудниками ВИАДГУ. Поэтому 12 декабря мы тему взаимодействия с ними закроем, и они будут больше наши партнеры, чем оппоненты. Мы рассчитываем выйти, соответственно, 13 декабря на этап экспертизы. Поэтому те, кто будет рядом с ВИАДГУ, приглашаем так, чтобы 20 декабря, но там просто уже Новый год, дальше некуда, и об этом мы тоже понимаем, выйти на этап сопровождения. Значит, мы понимаем, что сегодня проектный офис – это почему так уверен? Ну, что сегодняшний проектный офис – это проектный офис университета как такового, плюс те приданные к нам подразделения, с которыми мы работаем в рамках общего управления, это управление информационной работой и коммуникацией, тему СМИ, которую вы сегодня и продвижение делали. И здесь же вместе с нами команда университетской точки пения, все это единое управление, поэтому мы рассчитываем, что вместе на троих мы справимся. У вас с подписями, печатями. Ну, я все даты оттуда сейчас, ничто не смутило. Спасибо, спасибо. Коллеги, следующий. Секунду, вижу вас. Я вообще заполнила анкету участника, поэтому цифровой след, наверное, здесь уже есть, можно не писать. Череповецкий государственный университет. Ну, у нас так же, как у всех опорных вузов, проектный офис уже создан. Очевидно, он получит новое просто трактование, и примерное положение мы уже отправили, дорожную карту написали. Будем, скорее всего, готовы будем объявить, не отобрать, а объявить отбор проектов до конца года по городским пространствам. Социальные или городские? Социальные и городские. В принципе, у нас есть сайт социополис35, некий ресурс, который был создан в рамках стратегического проекта, и на его базе мы будем объявлять этот конкурс. А вообще хотела спросить, университет прошел кипятильник в части 100 лидеров образования, восьмую позицию занял. Является ли это проектом, который может пойти в зачет? Так, 100 лидеров образования. У вас был университетский проект ваш? Да. Модернизация образования. Нет, это ваш проект. Это ваш проект. Это проект, который получает поддержку агентства, совершенно конкретный, разовый. Мы говорим о модели. Понятно. Ну, приятно. Очень приятно. И еще мы участвуем в проекте, который сейчас идет по пространствам университетов. Да, 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 да. Это отличная тема. Но это то, что вы уже с нами работаете. А теперь, да, вот слово… Да, мы активно взаимодействуем. Поэтому больше, наверное, мне сказать уже нечего. Какие вопросы есть к агентству и пожелания тоже не сложила. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Коллеги, кто? Следующий. Ульяновский госуниверситет. То есть мы рассматривали как бы варианты разные и легкой модернизации структуры, и сильной модернизации. Но что мы, в общем-то, решили? У нас есть координационный совет управления программой развития университета, который возглавляет губернатор нашего региона. То есть он как бы над программой, дальше идет как бы рамка программы, установленная вобще. Что мы… Ну, то есть совет по управлению программой, проектный офис, дирекция, расписанная логика проектной работы. Ну, чего я… Да, проектный офис университета и муниципалитеты, сейчас их шесть и как бы дальше. Но что мы хотим сильно изменить? То есть вот те все сущности управления программой развития мы хотим погрузить в ту среду, которая, ну, так скажем, на которую надоумила вот ваша эта методичка. То есть что мы делаем? От университета и от правительства мы формируем представителей, которые во взаимодействии определяют некоторое облако тематик, которые были бы интересны и университету, и региону. Причем у каждого есть свой взгляд на эту проблему, но она беспокоит всех. И в этих облаках, объявляя набор, ну, в смысле конкурс, мы видим какие-то прототипы проектов, которые вот как раз вот этой частью, которую мы называем, ну, как я не знаю, проектный офис стратегических инициатив, на всякий случай, ну, что-то в таком духе, совместно с правительством, это не есть какая-то организационная структура, это есть просто отдельное соглашение о деятельности, это такой функционал, который у нас свой, у них свой, и мы договариваемся, что у нас есть совместная работа. И вот этот проектный офис, он определяет повестку, собственно, вот той проектной деятельности, которая происходит в университете и во взаимодействии с внешней средой. То есть какие ближайшие шаги? То есть вот эта неделя мы делаем распоряжение о назначении там руководителя с наделением определенными задачами, в том числе контакты с представителями правительства, ну, я не буду называть как бы фамилию, но в гипотезе сейчас это зампредставитель правительства первый, который курирует блок развития. С ним в течение двух недель формируются вот эти представления об облаках. Формируются они достаточно просто. Сейчас мы отработали, допустим, с Министерством сельского хозяйства. Казалось бы, это самое продвинутое у нас на территории в части цифрового развития. Им крайне интересно то, что мы делаем там по большим данным и так далее. Это проходит в рамках проектных сессий в точке кипения. Вот сейчас поработали с ними, следующее у нас Министерство промышленности, потом образование и так далее, и так далее. И совместно мы формируем вот в таких разговорах точки соприкосновения, из которых потом вырастают объявления конкурса на проведение проекта. То есть первую часть мы планируем до конца декабря провести и, соответственно, определить вот эти облака. И с тем, чтобы не смешивать это с Новым годом, но не успеем мы к новогодней елке объявить набор проектов, сделаем это в начале января. Дорожную карту, я так думаю, не буду врать, но до конца года мы сделаем. Коллеги, мне кажется, сейчас прозвучал ответ на вопрос, каким образом снять противоречие между госорганами власти и ВУЗом. Мне кажется, вот сейчас этот опыт мы будем описывать, мы будем его рассказывать. Это, кстати, ответы на ваш вопрос частично, да? Да, Елена, спасибо. Бурецкий госуниверситет. Значит, ответ на первый вопрос – да. Мы уже провели отбор проектов. Мы провели отбор проектов, мы сформировали показатели, мы сформировали экспертов. Должны были встретиться с экспертом ОСИ еще в конце сентября. Но пока у нас все немножко отложилось. По разным обстоятельствам. Значит, мы немножко пошли не совсем вот так, но и в то же время так. Значит, у нас было это сделано первым этапом. Мы объединили со стратегией развития университета очередную его корректировку и так далее. Мы вначале провели страт-сессию, отобрали первый полпроекта. То есть для университета. Стратегическая сессия. Второй этап мы разместили на сайте университета объявления и присоединились к этим проектам люди. Не совсем получилось. Присоединились как к этим проектам люди? Мы не объявляли, какие проекты у нас здесь вышли. Мы объявили о том, что мы делаем такой конкурс проектов. И будут они оцениваться по соответствующим критериям и показателям. От показателей были определены трех типов. Первый тип – это деньги для университета. Он для меня самый главный. Второй показатель – это увеличение контингента студентов за счет того, что тот или иной проект так или иначе как-то это способствует. Но это тоже косты на деньги. И третий проект – это повышение узнаваемости, деловой репутации, как для университета, или это какие-то социально-экономические эффекты любого типа, которые могут быть для региона. Мы их объединили в третью общую вещь. Назвали ее так условно, как пиар-эффект. Здесь пришли, опять-таки, в большей степени люди из вузовской системы. Но тут были только преподаватели университета. Здесь появились те, кто к вузу именит отношения, но в различных договорных взаимоотношениях с университетом. Они приходили в качестве председателя ГАКа, они по часовике, ну или еще как-нибудь. И третий этап – мы провели предварительную оценку. И сейчас ждем на четвертом этапе экспертов ОСИ, чтобы совместно провести окончательный отбор проектов. Все, спасибо. Скажите, пожалуйста, а вы готовы работать с региональными проектами? Они и региональные, в том числе, я вот только что показывала, какие проекты у нас там есть. Несмотря на весь плащ Ирославный, скажем так. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, пожалуйста, Казань. Переверните, пожалуйста, страничку. Казанский инновационный университет. Мы говорим, да, у нас проектный офис есть. Более того, мы уже после первого острова, это еще в 2021 году, начали проводить на нашей базе научно-образовательный кампус. И у нас уже вторая будет сессия научно-образовательный кампус 2019. Где мы, собственно, будем как раз отбирать проекты. И многие проекты, которые у нас прошли в 2018 году, они пошли уже по фонду президентских грантов. Они пошли по 50 инновационных идей Республики Татарстан. То есть, в принципе, мы встраиваемся в структуру оси. И нам очень нравится как раз модель, то, что она адаптивная. Она как раз эволюционирует, она достраивается. И у нас дорожная карта уже есть. Я, к сожалению, ее не выслал. Но вот в ближайшее время, буквально 2-3 дня, я ее вышлю. И уже эксперты оси приедут к нам на научно-образовательный кампус. Это Максим Осовский и Елена Наумцева. Ну и мы будем дальше продолжать все проекты, которые есть. И тем более у нас сложились хорошие отношения с общественным представителем оси. Вот как раз Акмаловым Айдаром Фердинандовичем. Мы потихонечку развиваемся. Спасибо большое за сегодняшнюю сессию, коллеги. Спасибо. Спасибо. Так, коллеги, пожалуйста. Какой следующий университет? Пожалуйста. Самый скептично настроенный человек в нашей аудитории. Сегодня я за скептика, да? Ну, куда деваться. Во-первых, хочу поблагодарить, большое спасибо сказать организаторам. На самом деле, сегодняшнее мероприятие лишний раз подтвердило правильность выбранного направления. И то, что мы делаем в университете, в общем-то, ложится в общий контекст. Спасибо. Это приятно. И спасибо еще раз большое. Значит, у нас мы проходим, в принципе, той же дорогой, что и вот наши коллеги из Бурятии. Мы в феврале провели стратсессию. Это не просто так, в силу того, что мы десятилетнюю программу развития национального исследовательского университета реализуем. Ну, следующий этап. Нами был проведен отбор вузовских проектов, которые были сформированы в несколько категорий. Это технологические, социальные проекты, мы их так называли, проекты образовательные, само собой, научно-исследовательские проекты. Получился у нас такой пул. Дальше мы провели этап формирования партнерской сети по этим проектам, которые прошли отбор. У нас появились даже иностранные партнеры. Ну, после летнего острова сформировали проектный офис, сделали положение, вот сейчас в него подглядываю. Значит, отправили, соответственно, вам посмотреть. На данном этапе у нас есть перечень экспертов, которые мы согласовали, в том числе и с региональным органом исполнительной власти, это министерство промышленности. Науки и новых технологий республики. Как будем действовать? Действовать будем так. Проектный офис. Есть. Дальше положение. Проектного офиса. Есть проект. Я думаю, что если претерпит некоторые изменения, то ненамного. Дорожная карта. Проект. Не считаю, что это некая догма. Она, наверное, будет корректироваться на общей рамке. Будут сохранены в том виде, в котором сейчас они существуют. Дальше. Цифровая платформа. Прототип действует. Мы ее используем внутри ВУЗа. Надо сейчас ее доточить до того, чтобы на внешний мир открыть. Ну, вот так вот, наверное, поставлю. Соглашение с министерством есть. В нем мы прописали те направления, по которым мы будем работать согласно вашим методическим рекомендациям. Четыре базы у нас там имеет место быть. В том числе городское пространство. Ну и целевой отбор хотим объявить, согласно нашей дорожной карте, до 1 декабря. Стараемся запустить. Отлично. Это я в подтверждении своего скептиза. Спасибо большое. Спасибо. Я не предполагала даже, что у нас так ВУЗы отработали на опережение, что называется. Коллеги, следующий ВУЗ. Астраханский государственный университет. Скажем так, скепсис небольшой остается. Ну, наверное, это больше связано с моделью реализации и приземлению этой модели именно в стенах ВУЗа. Проектный офис у нас, скорее всего, существовать не будет, но будет в рамках управления стратегического развития. Мы это просто оставим как формируемая структура внутри университета для определенных задач, для реализации цели. А если уже модель будет работать, то мы, соответственно, рассмотрим, возможно, эту структуру в дальнейшем по-другому. Да, мы принимаем в целом модель, будем внедрять модель. Вопрос относительно дорожной карты доработаем и пришлем, потому что она сейчас пока не утверждена. Мы как раз взяли тайм-аут до участия в данном семинаре. Сегодня родился как бы вот, может быть, предложение, учитывая, что у вас большой опыт реализации проектов. Две недели здесь поставим. Ну, как бы сейчас я напишу, да. Рассмотреть возможность разработки атласа мер поддержки и института для обращения за поддержкой. У вас уже есть опыт реализации проектов, за поддержкой, которые к вам обращаются, чтобы как бы сделать ее более открытой для сегодня, для тех, кто так же, как мы начинаем работать. И в процессе реализации, чтобы мы как бы уже говорили, два раза не шли одним и тем же путем. Да, это очень хорошее предложение. И на самом деле это могла бы быть одна из мер поддержки маршрутизации. Об этом говорили сегодня коллеги, да. То есть вы берете проект, вы понимаете, куда можно его адресовать. Но вот как раз таки здесь у нас тоже был интерес. Есть попытки, были подходы к созданию такого атласа. Но здесь у нас возникло как бы интерес в том, чтобы вы на региональном уровне, более глубоко зная свой регион, да, могли бы региональный срез дать нам. И он бы вошел в общий вот такой вот атлас. Ну, скажу так, как бы до этого работы в регионах, в исполнительных органах власти, у нас существовал атлас поддержек именно региональных мер поддержек. Да, у меня даже в презентации прежней там была ссылка вот на такой подобный ресурс, где прям совсем полная раскладка по регионам. Ну, может, она актуальна. В многих регионах это существует. Да, да, да. Вас интересует федеральный уровень. Запускать проект, ну, как бы с ректором об этом говорили, до конца года, не знаю, то есть это надо еще раз посмотреть. Положение проекта у нас уже есть. Сейчас вернусь, его доработаем в течение месяца, в любом случае примем. Не думаю, что мы объявимся до конца года. Ну, шансы есть, но, скорее всего, начало января. Спасибо, спасибо. Можно? Да, коллеги. Кто следующий? Ну, в общем, Чеченский государственный университет. Суть небольшой проблемы нашей состоит в том, что проектный офис был, он функционировал, функционировал очень даже хорошо. Но с 2018-го произошел такой простой, в ходе которого и команда расформировалась. Вот, и сейчас, как бы, такой проектный офис 2.0 у нас начался с этого месяца. У нас идет формирование команды, составление дорожной карты. Надеемся завершить все эти организационные моменты к началу 2019-го года, как минимум, 20-го года, точнее, как минимум, к концу января. И уже оттуда будем отталкиваться, да, будем содействовать с вами, будем постоянно с вами консультироваться. И надеемся на отбор проектов уже в первые три месяца 2020-го года. Зафиксируйте, пожалуйста. Отлично. Спасибо большое. Андрей, Волгоградский государственный технический университет. Ну, также Алла Верде о том, что большое спасибо за то, что собрали. Здесь я больше поддержу все-таки вот коллегу с Севастополя о том, что мы можем написать и в первом, и во втором случае там абсолютное да. Я по обоим сейчас дам пояснение. То есть первое да, проектный офис как таковой существует. Проекты мы генерием. То есть вот в отличие от… здесь было выражение, что вузы не генерят, они генерят. И мы надеемся вот на то, что ваша адаптивная модель, она вот все-таки включится в то противодействие, которое мы считаем отчасти несправедливым. Потому что мы не всегда можем быть услышаны так, как если бы мы были вместе с вами. И вот довольно часто наш общественный представитель, который у нас в регионе, мы стучимся, стучимся, стучимся. И в то же время руки не опускаем, но хотелось бы, чтобы ваша поддержка была более ощутимой. И вот переводя в конкретику, как сказал коллега, то есть у нас есть проекты, и мы готовы в рамках того же Зимнего острова с акселерационной моделью выстраивать вот эти лучшие практики. Потому что можно говорить в общем за советскую власть, а можно четко говорить вот здесь, здесь и здесь. Это ошибочный путь, а вот здесь, если вы создадите вот такой проект, который будет социально значим, и мы его включим в магазин решений, и вместе с вами зайдем к губернатору и вместе дадим ему какую-то такую пиар-огласку, то тогда это будет некая такая трибуна, и это будет некий такой уже прямой путь ракеты, как вот здесь показывали, который будет выстреливать, не в общем обогревать там всю территорию, а конкретно находить и поддерживать именно те, которые вот наиболее жизнеспособны. Через акселератор или именно через акселератор? Да, мы видим в этом наиболее такую как бы жизнеспособную модель, потому что она сейчас со многих сторон уже обкатана, и ну некий, скажем так, пул проектов, он все равно у всех на виду. Вот остров 10.22, он же как раз и показал, что вузы, когда они реально опускаются в плоскость, что реализовывать, то там в сухом остатке не так много. И здесь вопрос, что у вас есть некая сеть отлавливания этих проектов, у нас есть проекты и готовы вот выстраивать некую методологию для того, чтобы это появилось. Поэтому про дорожную карту мы можем там с уверенностью сказать, что она в первом месяце следующего года появится, потому что это уже будет более рабочий механизм, который мы вместе с вами, я думаю, что доработаем. А повторюсь, проектный офис, он есть, он работает, просто ему, ну мы сейчас придадим еще некий такой статус, что вместе с вами мы готовы действительно работать, здесь нет вопроса. Я правильно вас услышала, что вы готовы пойти на то, чтобы включиться в наш глобальный акселератор? Это первое? Да. Это по итогам острова, да? Да. Как вы хотите соединить глобальный акселератор с вашей частью, с моделью? Либо это будет синтез, либо это будет одно другое? Это будет синтез, потому что здесь вот даже завтра мы остаемся на то, чтобы завтра будет в Минстрое большая сессия, посвященная цифровизации. Это как раз один из наших проектов, который связан с принятием решений на основе данных, и у нас есть проект, который выходит за рамки региона. И мы в данном случае его презентовали, и хотим вот вместе с Верой Адаевой проговаривали его, презентовать его замминистра Волкову для того, чтобы сделать из этого вообще суперсервис. Да, один из 25, который там Акимов номинировал, что есть. У нас в рамках вот нашей работы внутренней он появился, родился, и мы вот его, ну, именно точечно, то есть мы хотели бы точечно развиваться вместе с вами, с вашей поддержкой. Ну, то, что касается контактов, вам не обязательно стучаться к общественным представителям, если этот опыт был безуспешен. Можно напрямую к нам. Нет, хорошо, хорошо. Спасибо. 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 Так, коллеги. Спасибо вам огромное за сессию. Крымский федеральный университет. Писать не буду, потому что решение о открытии проектного офиса не могу на себя взять. Проектный офис в университете у нас есть. Мало того, у нас запущено сейчас много активности, университетский акселератор и акселератор проектов, и все рассчитано на это, и мы занимаемся акселерацией проектов непосредственно с министерством экономики, министерством финансов. Поэтому я думаю, что у нас проектному офису быть, просто, скорее всего, он будет на базе нашего старого проектного офиса с новыми функциями. Все, спасибо. Спасибо. Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет в Сибаде, город Омск. Я без флипчарта, с вашего позволения. Функции трейкеров у нас на настоящий момент выполняют в основном научно-исследовательское управление, и нас, прежде всего, интересуют технологические проекты. Принципиальное решение о создании проектного офиса принято, и мы будем использовать модель оси, скорее всего, в адаптированном варианте. Дорожную карту мы высылали, но будем корректировать, потому что мы и сегодня обсудили важные аспекты. То, что касается конкурса и создания площадок. Мы отобрали 8 проектов в приложении к дорожной карте, и к проекту мы высылали. Простите, а как отобрали? Пока сами. Рабочей группой, так сказать. То есть экспертное сообщество мы сформируем чуть позже. Штучно, да? Вы нашли эти проекты? Есть 8 проектов, которые связаны с органами региональной власти и с индустриальными партнерами. Среди этих проектов мы хотим отобрать те пилотные, которые будем реализовывать в формате оси. Ну и здесь прежде всего нас интересуют меры поддержки. Информационная и методологическая поддержка, а также вопросы финансирования. Вас интересуют меры поддержки, какими они могут быть? Да, какими они могут быть более подробно. Но я думаю, в рабочем порядке мы это будем с вами согласовать. Да, да, да. И до конца декабря, по крайней мере, конкурс открытый. Вот среди этих проектов будет объемен. А среди этих каких еще раз? 8 проектов, которые мы отобрали и которые приложили в документации. Мы отсылали. Да, спасибо. 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 Так, коллеги, все университеты. Университеты. Добрый день, уважаемые коллеги. Уфа, нефтяной университет. Проектный офис у нас существует, так же, как во всех других опорных университетах. Отбором проектов занимаемся уже несколько лет. Единственное, здесь нам такой вызов небольшой. Мы хотим закидку сделать на образовательной траектории, пощупать образование, чтобы и самим денежки подзаработать на новых образовательных продуктах совместно с нашими друзьями, которые у нас появятся в результате отбора. Для этого мы сейчас внутри формируем команду в рамках проекта «Кадровый резерв» или «Корпоративный университет». Там прокачиваем тех людей, которые станут, наверное, экспертами, если все поймут. И смогут отобрать те проекты, которые идут с региона на то, чтобы придумать, как зарабатывать деньги на образование. Вот это наш самый главный заход – поддерживать таких людей, при том в рамках системы докобразов, любых уровней образования. Очень боимся, очень боимся сейчас выходить на технологические проекты. Страшно, потому что понимаем, с кем будем работать потом. И там истории с внедрением может быть никакой. Ну, сложновато. Гораздо проще пойдет с городскими и социальными проектами, потому что они уже сейчас реализуются. Мы констатируем, что да, мы уже несколько проектов таких реализовали. Простите, пожалуйста, несколько проектов таких реализовали. Они внутри университета появились? Они реализованы совместно с, допустим, с Госкомитетом по туризму. Тропы туристические прокладываем, да, тропы здоровья так называемые. Но вы непосредственно сами участники этого проекта. Ну, мы, да, как вуз-инициатор, но мы не оказывали здесь ту рамку, которую вы нам задаете. Мы ее не реализовывали еще. И это тоже… Я сейчас слушаю все это внимательно и не понимаю, как себя вести. Потому что как реализовать проект, я понимаю, как его сопровождать, то есть ходить открывать двери и договариваться с компаниями. Тогда мне нужно очень здорово заинтересовать вуз. И не только вуз. Да, ну, прежде всего вуз. Да, потому что к нам пойдут люди, допустим, за помощью. Мы, ну, в ответ что? У нас люди, естественно, хотят… Константин правильно говорил, будет финансовый вопрос. Даже самая любая экспертиза, экологическая экспертиза провести. Первый же профессор скажет вопрос, откуда источник финансирования. И никак не заставишь это сделать без финансирования. Поэтому здесь будем стараться. Надеюсь, у нас все получится. По срокам. В декабре мы надеемся страничку доделать. Мне проректор говорит, эту страничку сделать еще с начала года. Вы знаете, наверное, может быть, страничка – это очень хорошо. Самое главное, чтобы у вас как бы появилось понимание, представление, как вы будете работать. Вот этой модели, которую мы вам предлагаем, а как она может быть у вас представлена, учитывая ваши все особенности и специфику вуза. А потом уже, конечно, страничка, потому что на ней должно быть и меры поддержки, и критерии, и… Да, да, да. Пытаемся сейчас приземлять на образовательные программы. Думаем приземлить на них, на проектное обучение. То есть то, что идет, допустим, к нам заходит представитель малого бизнеса. Он говорит, что у него есть необходимость разработки программного обеспечения. Мы пытаемся посадить его на проектную работу студентов, но с небольшим неокром. Вот тоже то предложение, которое прозвучало первый раз. То есть вы хотите с нуля разрабатывать проект, включая в процедуру разработки неокров. Вуз, скорее всего, для него это проще и ближе, и понятнее, нежели чем взять проект из региона и оказывать ему несвойственные ему меры поддержки и вообще выполнять несвойственный ему функционал. Такой подход вполне понятен. Он тоже может быть. Да, поэтому я еще и еще раз повторюсь. Коллеги, вы как бы рамку увидели, а вот в этой рамке это уже ваше приложение. Самое главное, проект взяли, проект поддержали. На какой стадии, какими ресурсами? Итак, в декабре мы, надеюсь, посадим на наш сайт. Запустимся, тоже объявление сделаем в декабре. Раньше не успеем никак. Проведем информационную работу, отбор, естественно, в январе. Это совпадает с нашим календарным графиком внутриузовских грантов, так называемых. Он будет… Можно зафиксировать? Так, у нас 12. Ну, я месяц пришел. Это сайт. Это пиар. Ну, январь. Это у нас уже, собственно, сбор. Не поторопились? Ну, нет. Месяц мы соберем. Мы месяц собираем стандартно в январе. То есть в конце декабря мы объявляем внутриузовские. Ну, здесь нам чуть на рамку надо будет расширить. Не внутриузовские, а стандартные. Вот. А в феврале у нас уже работают эксперты в течение всего февраля. Работа очень сложная. Волосы дыбом встают, когда вспоминаешь, как мы один раз тоже вышли на региональный, на приволжский уровень. Въехали в эту историю. Мы собрали буквально все научные центры для того, чтобы провести экспертизу. До сих пор содрогая. Не вспоминаем, как это было. Работа очень сложная. Вынесли, наверное, какие-то из этого опыта полезные, ценные, лучшие практики. До 2013 года пытаемся об этом вспоминать. Больше старались не вылазить без активного внешнего финансирования. Но сейчас уже понимаем, что будем готовы опять в эту историю поиграть. В феврале, надеюсь, проведем всю экспертизу как положено. Заключим договора с лидерами. Наши, кто от университета получит на это денежки по системе внутриузовских грантов, внешние получат поддержку. Но мы пока посадим их на проектную работу. Возможно, я ничего не обещаю. Будем стараться стыковать их с компаниями, потому что есть такие договоренности. Компаниям тоже интересны новые идеи, технологии, которые могут они взять. И они открыты к диалогу. Мы можем этот диалог организовать. В любом случае, вы можете обсудить это у себя, когда вернетесь. И, наверное, нужно все-таки все, что здесь прозвучало, особенно от ваших коллег, всю эту информацию, наверное, стоит как-то обработать, чтобы принять правильное взвешенное решение и совершенно найти оптимальный вариант, который устроит в первую очередь вас. Вэлью лидер и его проект. Но вы, ваша скрипка, первая. Спасибо. Спасибо. Коллеги, все вузы? Все. Ну, вот немножко мы затянули с вами, хотели быстрее, но не получилось. В любом случае, я, судя по тому, что половина зала все-таки еще здесь и с нами, я понимаю, что интерес к этому есть. Больше все-таки я понимаю, сейчас у вас все-таки в голове вопрос, как же все-таки это реализовать. Вот, в большей степени. Вот, я хочу сказать вам одно. Коллеги, не принимайте поспешных решений. Это первое. Второе. Повторюсь и скажу еще раз, что этот проект должен быть в первую очередь эффективным. Что это значит? Если мы говорим о лидерах и говорим о условиях, которые мы готовы для них создать через определенные меры поддержки, значит, вот это должно стать во главе угла всей вашей работы. То, что касается нашей с вами обратной связи. Пишите. Контактное лицо Татьяны. Теперь вы знаете, насколько это обаятельная, очаровательная девушка, которая готова с вами общаться чуть ли не 24 часа в сутки. Она вас заочно знает. Она вас уже любит. Она знает, какие у вас даже проблемы уже существуют. Вот. Поэтому обращайтесь, пожалуйста, к Татьяне. Можно звонить. Мне мои контакты тоже у вас есть. В любом случае, коллеги, мы с вами, хотя и говорим о том, что это ваш формат, ваше решение, все-таки мы должны с вами понимать, в каких вузах будет запущена модель, в какие сроки, какая это будет модель, что она из себя представляет, это адаптивная модель, вот, и, конечно, какие перспективы по поводу нашего дальнейшего сотрудничества. Поэтому держим с вами связь, не переставая. Теперь у нас есть общий чат. Вот. Мы постараемся оперативно реагировать. Вся информация, которая сегодня прозвучала на семинаре, она будет загружена в общий чат. Она будет вам доступна. Вопросы задавайте, приезжайте. Мы будем сотрудничать, будем запускать новые проекты. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.